У Тючева нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. То есть, а это, это немножко с другого бока, но это некоторая обречённость человеческих контактов. Понимаете, заведомая обречённость. Лишь ему не русской поэзии Тючева. Да, да. Какой-то молчистый, да, молчить, да. Да, он в этом смысле, да, муни. Совершенно верно. Он державен, я бог, я черт. Это немножко другая вещь. Это же не мест, а двои доведомки, или даже кашмирского шиваевского. Ну, да, нет, 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 видите ли, нет. На этом уровне, вот, скажем, на уровне державенского бога, это, я вам скажу, это уже, так сказать, это типологическая близость совершенно универсальная. Потому что чем выше мы конструируем этого, так сказать, уровень состояния, то есть близкое к совершенству, когда, ну, в каких-то тем, скажем, я, я равно не я, я равно ты, я равно бог и так далее, на этом уровне, так сказать, удивительно, ну, на самом деле, естественно, совпадают соответствующие уровни разных религий. И совпадают гораздо больше, чем разные уровни в рамках одной религии, которая, в сущности, рассчитана на все разнообразие адептов. Это мы и в христианстве видим, и в мусульманстве, да и в индуизме видим. И если брать буддизм не в каких-то очень таких, допустим, вот формах, там, южных конкретных, а со всеми его северными вот вариантами, тогда то же самое, да, если брать северный, да. Я, к сожалению, северный меньше наблюдал. Правда, я был в Тибете какое-то время. В Тибете был Хаси? Да, в Хаси был, да, да. А когда, в какое время? Это была середина 90-х, когда было относительно... Там вообще чередуется то легче, то труднее. Когда я там был, было сравнительно легче. Спокойно. И даже, я не уверен, что это все время, даже в храмах на алтарях стояли фотографии Далай-Ламы. Вы понимаете? Которые теперь запрещены даже с собой. Китай каждый раз, когда кто-то... Даже если вокруг Кайласа ходит. Китай тут же шлет протесты, если кто-то вообще его примет. Хотя это очень странно и нелепо. Ну, какая угроза для них Далай-Ламы? Какая угроза? Для детей. Для великого Китая, который сейчас, посмотрите, какие занимаются позиции. Там каких-то условий жизни в России был, скажем, я не знаю там. Ну, неважно, кто там. Есенин, скажем, еще кто. Есенин... Что не было? А Есенин вообще считался криминалом. Понимаете? Да и да. Причем здесь Есенин? Ну да. Нет, этот аргумент, какая опасность, абсолютно не действует. А когда там сжигаются книги какие-то, то, что было в 20 веке. Господи, да нет, но это уже немножко другая тема. Ну, это... Да, но нет, но дело в чем. Видимо, был период, поскольку я вот своими глазами видел, на алтаре, вот, фотографии, ну, чуть-чуть увидел. Ну, там не очень большая, но ясно это. Узнаешь, так сказать, лицо Далай-Ламы. А стоит ему приехать в какую-то страну, как Китай, протестует. Поэтому каждый раз почувствует... Это его личный визит, и никакой провидциях, хотя его могут очень с почетом, естественно, всюду встречают. Но официально это расценивается как личный визит, чтобы Китай особенно не, так сказать, негодовал. Ну, да, ну, да, да. Ну, вот в этот год это была середина 90-х. Было довольно просто. Ну, я вообще по тому ареалу много ездил. И в частности в Катманду, в Непале. Было очень просто. Я, значит, я об этом знал. Я пошел в китайское консульство. И мне буквально, ну, там, ну, с какими-то формальностями абсолютно... В Катманду в китайское консульство. В Катманду. Китайское консульство в Непале, в Катманду. По-моему, у него был ранг консульства. Я сейчас бы... Ну, кажется, неважно. Мне дали, так сказать, недельную поездку в Тибет. Недельную поездку. Интересно. Сейчас это возможно. В Тибетский район Китайской народной республики, да. Ну, там уже было много всяких, да. Вот, так что, да. Ну, если бы речь была, допустим, о каких-то вот артефактах тибетских... Да, да, и дальних, может быть, каких-то провинций. Это была масса возможностей как раз в Северной Индии, и вот, в частности, в Непале. Да, да, да. Скажем, безумительная Титанка. Так и осталось. До того красивые, что я даже сейчас жалею, что я... Да, да. Там масса книжек было. Я для вас привезу. Я буду в Непале в октябре. Вот в Непале сейчас относительно порядок царит, потому что там же начались какие-то... Нет, там стало очень хорошо. Стало хорошо, слава Богу. Они очень отстроились после землетрясения, ведь оно было сильно вдовольным. Ну, конечно, остались еще трещины, пошупати надх, и многие здания разрушены полностью, или трещины огромные. Но дух в Непале интереснее, чем в Индии даже сейчас. Вы знаете, там вот... Но Индия разная. Индия же очень разная. Индия очень последняя. Скажем, юг – это совсем иное, чем Север. Иное. Я живу на юге как раз. Абсолютно иное. Иное, да, совсем. Я был, конечно, не... Но вот, да. Индия очень впадает в материализм все больше и больше. И в коммерческие такой вот... Так это все, так это... Меркантинность и, в общем, в калиюгу скатывается на глазах. Я думаю, что калиюга? Да. Простите, калиюга началась 3000 с чем-то лет до нашей эры. И еще будет 320 тысяч лет. Прекрасная перспектива. Даже под этим заголовком, значит, даже какое-то было у меня интервью в начале 2000-х. Я видела его. Да. И там, вы знаете, до лучших времен осталось... Всего-то. ...320 тысяч лет. Да, доживем до лучших времен. Да, доживем, да, так что... Нет. Только жить в это время... Прекрасно. Прекрасно не придется. Да, да, да. А может быть и придется, кто это знает. Трудно сказать. Но знаете, я знаю вот такую теорию, что есть вкрапление сатей-юги в каждую из юг. И что следующее вкрапление сатей-юги в калиюгу будет лет через 250-300. Вот есть такое. Это типичное... Я не знаю, откуда это пришло, но есть такое... Есть такой чудесный английский термин. Wishful thinking. Maybe. Вот это есть абсолютно, когда голова человека работает так, чтобы присти к выводу, который ему очень бы хотелось. Ну, вероятно. И так, к сожалению... Иначе очень тяжело выносить бытие. Запрограммировано уже. Опять же, мы, так сказать, этим обладаем с самого начала. Это не то, что, так сказать... Да. Потому что, в принципе, жизнь сама по себе, видимо, слишком тяжела, чтобы не создавали... Мне были предусмотрены какие-то системы каких-то средств и аппаратов, которые бы ее облегчали. Кислородные аппараты. Специальные аппараты. Ну, аппараты как вот условные какие-то вот средства. Сюда входят самые... Сюда входят и сон, так сказать, через каждые там 16... Сколько-то часов. Религии. И сон. Все религии. Религия как таковая. Далее там вот говорят, что нужно искоренить наркотики. Никогда их не искоренят, потому что это одно из средств как-то... Втешение. Извинить внутреннее состояние. Наркотики, там, курево, алкоголь. Все эти вещи. Все эти... Это же с глубокой древности. Все эти глюциногенные средства. Та же сома, например. Эти напитки какие-то. Сок растений определенных. Какая-то эссенция грибов. Тут же масса средств. У самых разных племен. У шаманов, у, так сказать, у древних ариев. Конечно. У самых разных. И это, понимаете, другое дело, что, допустим, на, так сказать, наркобизнес есть какие-то преступления. Ну и что? Ну и что? Что угодно может, так сказать, может, так сказать, являться перед нами в виде какого-то преступления закона. Это абсолютно ничего не значит. Дело же в том, что это все результат спроса на это. Конечно. Вводишь то самое главное. Вы понимаете, рассматривая любой какой-то там социальный недуг, не важно даже какой, мы сплошь и рядом упускаем из вида, что надежды на его искоренение абсолютной нет. Потому что это результат спроса. Это то, что кого-то там обманули, там насилие применили. Это да. Я очень хорошо помню. Законы обычно создают не слишком мудрые люди. Случайно, я в 80-е годы, я и сейчас бываю, но в 80-е годы это много было. И была беседа с одним учителем, старым учителем, немцем, который уже вот в 30-е годы нацистский, он был уже взрослым человеком. И это была очень-очень интересная беседа. И он мне сказал так, вы не думайте, что Гитлер там пришел и обманул немецкий народ. Гитлер очаровал немецкий народ. Который хотел быть очарован. Это человек, который уже был сознательный, тоже там какой-то юноша, которому задурили голову. Понимаете, сознательный, нормальный, так сказать, культурный человек, который все это вокруг видел. Да, да, да. А что это означает? Что это, так сказать, это есть предложение в ответ на спрос. Вот же, что важно. И что совершенно ставит в иную перспективу все там благие намерения. Понимаете? Да. Так что это, вот, не понимаете, и здесь действительно, да, включая вот такие средства, ну, словно, скажем, изменить внутреннее состояние. Это глубочайшая потребность, глубочайшая. Тут, причем, тут действуют самые разные вещи, допустим, отвлекающие, действительно, трансформирующие работу мозга, включая те же наркотики, алкоголь и никотин и что угодно. Ну, или йогу. Или йогу. Нет. Здесь есть, ну, подобно тому, как есть белая магия, есть черная магия, правильно, есть и такие вещи. Но, ну, я, я боюсь сказать, что более, так сказать, как говорится, распространено, но вот такое, но важно не это, важно, чтобы было притуплено сама, так сказать, тоска вот бытия, сам вот этот экзистенциальный страх. Вот же что очень важно. Понимаете? Да, очень хорошо. Об этом писали, что человека очень интересно, ну, вот разных людей, это где-то у Камю, по-моему, есть, это есть, у этой была очень интересная такая, она Лидия Гинсбург, вы можете, наверное, в Петербурге, кстати, она жила. Что вот человек просыпается утром, и он чувствует такую какую-то безмерную, именно даже как-то безотчетную тоску. Причем именно утром. Утром, да, да, да. Он из вот сладостных, мне не даром говорилось там, сладкие объятия Морфея, не даром этот образ. Перед ним снова встает жизнь, и убожество, и какие-то досады, и мелочи. Он как бы переходит опять вот в этот вот земной ад, земные страдания. Понимаете? Поэтому, естественно, кто-то там запьет, ну, правильно, ну, пить это плохо, там, это разрушает, там, здоровье, семью и так далее, и насилие. Понимаете? Ну, хорошо, это же все испокон веков, потому что это есть, так сказать, да, это есть, ну, свойство бытия нашего. Понимаете? Поэтому все эти средства, включая те, с которыми вроде там, там, курение, там, и так далее, и так далее, они, так сказать, извечны. Они извечны. Другое дело, что кому что дано. У меня была курьезная попытка в юности, значит. Мой отец курил на моей памяти. У меня почему-то создалось впечатление, что курение, ну, может, где-то я и слыхал, ну, что курение, так сказать, успокаивает волнение. Я помню какую-то детскую совершенно сценку у нас дома. Мама почему-то задержалась, ее нет. А, значит, отец очень волнуется, ходит по комнате и все время курит. И у меня, значит, на, примерно, на третьем десятке возраста, ну, вот, был какой-то период, связанный, допустим, с какими-то переживаниями. И я решил, может, я закурю, и мне станет легче. Да, да. Вот так вот. Я, значит, попробовал курить. Тут я обнаружил, я даже удивляюсь, как люди без конца курят. У меня, видимо, очень, так сказать, такая лобильная, как говорят, реакция на вот это дымно. Только я затягивался, значит, у меня сразу холодели пальцы. Тут же холодели пальцы, и какая-то муть в голове подымалась, а общая тоска не исчезала. Не исчезала. Ну, вот, нет этой тоски, вот, безнадежности, невозможности, там, вот, блага. Я просто, и я от этого, а, так сказать, поскольку это вызывало такую реакцию, так удовольствия никого не было. Я очень просто бросил это и никогда не курил. Ну, собственно, не начав, бросил. Я не начав. А вы курите? Нет, нет, но я курила. Я курила. И, знаете, я перестала, очень интересно, знаете, как я перестала курить? Не с помощью книг или учебников или каких-то тренингов, потому что их много существует. Я отследила очень внимательно те моменты, когда появляется потребность в курении. Вот этот жест, вот этот дым, вот это вот втягивающее движение. Я отследила, когда я хочу курить. И мне стало смешно. И что вы, да. И я просто бросила от того, что это было нелепо, глупо и смешно. А какую связь же в данном случае усмотрели, если можно спросить. То есть, вот, с какими, ну, как пример, с какой ситуацией это было связано? С какой именно ситуацией? Там было несколько ситуаций. Крайнего переживания, отчаяния, тоски, внезапного шока. Также радости внезапной, очень сильной. Какого-то возбужденного состояния. Ну, не говоря уже о, там, обычных ситуациях, когда просто ты кого-то ждешь. Я понимаю. Или вот, если ты кого-то ждешь, нужно курить. Понятно. Если ты находишься где-то в ресторане, нужно курить. Потому что у нас курили все, весь филфак и востфак. А, вот, я хотел по этому поводу сказать. Все аудитории курили. Видите ли, нет? Я хотел сказать, что особенно вот эти годы молодые, начиная со школы, это отчасти подражание и отчасти вот это стадное чувство. Абсолютно точно. Которое человеком владеет, опять же, беспокойным. Это в школе начинается. Да, что как бы стыдно не быть вместе со всеми. Стыдно не быть вот таким вот, как все, крутым. То есть, таким, да. То есть, толчком, может быть, даже не какая-то вот такая таска, а просто вот такой пример. Это правильно. В юном возрасте, да, конечно. Но все равно он соответствует вот этому одному из средств ухода. Другое дело, что вначале он просто из тщеславия, из боязни остаться одному, как бы вот такой черной овцой, как бы вот среди этого стада людского. Да, да, да. Понимаете? Ну, тем более в насмешке, какие-то сверстников. Ну, вы знаете, я как-то... Я как-то в этом смысле... Ну, не так, чтобы я этому не отдавал Данину, но, по-моему, я все-таки в этом смысле был достаточно как-то сам по себе. Скажем, я... Ну, правда, это было связано. Это тоже и к алкоголю относится. Но тут, правда, была причина вовсе немножко другого рода, просто совсем еще. В отрочестве просто я как-то крайне неразумно пил, мешая сам, и, ну, и было... Несколько дней было таких последствий таких вот. И потом у меня в сущности все такого рода влечения на всю жизнь отшиблись. То есть какие-то что-то я могу, но символически. И уже то, что кругом пили, меня абсолютно никак не... Подвигала на это, да. Абсолютно не подвигала. Ну, вот видите, да. Но это, опять же, это в каждом заданном степень коллективизма, степень индивидуализма тоже в сущности заданы. И здесь, опять же, тут уже особенно... Ну, тут просто ничего нельзя сказать, понимаете. Но, как правило, вот среди молодежи это играет огромную роль. Да, до какого-то возраста, безусловно. Тем более, что для многих существуют какие-то вот авторитеты какие-то. Ну, да, примеры для подражания. В конце концов, любимые герои, кино или книг даже. Идя же, так сказать, нужда в таком вот каком-то, можно называть... В идеале. ...по-разному. Даже не обязательно идеале, чтобы кто-то тобой руководил. Это на каком-то уровне его можно назвать словом гуру, а где-то это просто там вожак, предводитель там. Да, да, да. А в каких-то там обществах уже уголовно. Да. Пахан какой-нибудь. Пахан, да, совершенно верно. Это же абсорда. У кого кто? У кого кто? Правильно. Или, наоборот, какой-то идеал там таланта, красоты, там добра. Или это даже может быть лицо там, допустим, священнического ранга. Это в любом случае почти всегда так. То есть вот эта вот потребность быть ведомым кем-то, это опять же, это же неотъемлемая потребность значительного большинства людей. Значительного большинства. Но, во всяком случае, до какого-то возраста, возможно. Это во всех возрастах практически. Другое дело, что на склоне лет это уже, это может как-то быть специфичным. На склоне лет это может выражаться в такой тоске, ну вот, вот, вот был же такой великий человек, но вот сейчас уже нет таких. Понимаете? Да, потому что да. Но в любом случае это, конечно, опять вопрос того же спроса. Понимаете, в чём дело? А тут, может быть, конечно, и вот и святой человек может им быть, и может быть полная противоположность. Ну вот хотелось бы, чтобы всё-таки святой человек был. К большому сожалению, вот это модальное «хотелось бы», оно абсолютно, ну это уже, может быть, мой сравнительно пессимистичный взгляд, это абсолютно ничего не случилось. Более того, вот это «хотелось», вот то, что вы сказали, это слово очень характерное. Это значит, что мы заведомо в поисках этого человека на многое закроем глаза. Буквально гарантия, я бы даже сказал. Закроем глаза, а чем-то необычайно впечатлимся, а чего-то в упор не увидим. Ну вот конкретно. Ну всё-таки возможно же встречи с удивительными личностями. И вам везло на такие встречи? Мне, может быть, ну у меня были замечательные. Вот как раз я хотела спросить. Чудесная была встреча по рекомендации, по так сказать. Знаменательная и, может быть, даже судьбоносная встречи в вашей жизни были ли они? Судьбоносных встреч, по-моему, у меня не было. Но у меня была встреча, действительно, ощущение подобщения с замечательным человеком. Антоний Сурожский? Что? Антоний Сурожский. А вы знаете Антоний? Я знаю, что вы с ним встречались. Я хотела как раз попросить немножко свое впечатление описать. С Владыкой Антонией. Видите, вы о первом, о ком вы заговорили, это вот Антоний Сурожский. Да, 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 да. Как я ему имел возможность. Да, да, да. Разумеется, да. Где вы встречались? В Лондоне. Это была моя поездка в Лондон. Были знакомые, так сказать, шучки, которые считали, говорили, что вот, ну, вот, хорошо бы тебе вот встретиться с Владыкой Антонией. Они были знакомы с ним? Они были знакомы по каким-то, да, каналам. Были знакомы. И, причем я помню, да, ну, это было действительно, помимо того, что я отнюдь не пришел к нему, как, допустим, ищущий. Я, так сказать, ну, более того, первое, первое, чем мы обменили, они ему что-то, может, про меня сказали. Буквально первая фраза, очень любезная, хотя он был дико занят, он дико занят, но его, естественно, его вот прихожане, он был глава православной церкви в Лондоне. То есть, нет, я не была. Вот, и, значит, и первое, что в том, вот вы, кажется, занимаетесь Индией, и он же продавал, вот объясни, я же в ней ничего не понимаю, вот объясните мне то-то. Это было первое, с чего началась наша беседа. Истинный интеллигентный человек. И мы говорили минут 40-50, и что было, я бы не сказал, что он мне что-то даже открыл. Это было ощущение общения, действительно замечательное в отличие. Вы говорили об Индии? Немножко об Индии, потом и о христианстве, вот в одном разном. Он знал, что я, так сказать, практически не воцерковлен, что, ну, что, вот. И о разных вещах говорили. Я даже не помню всех деталей. В чём тогда была замечательность? Но было ощущение внутреннего состояния такого подъёма. Я помню, церковь, это находится недалеко от Гайдпарка. Он, слава богу, пустовал там в эти часы. Я помню, я когда обратно шёл. Она до сих пор там, да, наверное? Думаю, что да. Ну, вряд ли изменилось место вот это. Ну, да. Ну, главный, как бы православный храм Лондона. Да. Он, да, и что я помню хорошо, что вот когда я возвращался через этот паб, у меня было абсолютное чувство какого-то, действительно, благости, энтузиазма, что вот именно от самого общения. Не то, что мне что-то открылось. Нет. Так бывает. Да. Но такое ощущение, которое редко когда вызывает в тебе просто вот общение с живым человеком. Это было наиболее сильное впечатление в вашей жизни? Вот от такого сильного рода ощущения было в единственный раз? Да, сильное впечатление, но более короткая беседа и более простая. Это было на Афоне. Ну, тут вы быть не могли. Опять же... По известным вам причинам, туда же ничего не допускают. Да, да, да. Это я там был... То есть, опять же, в православном и Грегоре, получается. Конечно, ну да. Это православно-греческий монастырь. Вот. Но там монастыри, скажем, болгарские, русские, сербские, греческих даже несколько. Причем, значит, так, я немножко знал об Афоне. Так у меня сложилось, что я несколько лет после университета работал в секторе византиновидения. Да, да, да. Я закончил классическое. Так что даже первые мои работы были связаны с византийским эпосом. Ну и попутно что-то знал об Афоне. И когда я выяснил, что может там быть, но это уже особая тема, да, я там был в монастырях. И, опять же, люди самые разные. И, в частности, это, как говорится, сербский монастырь. Он говорил на ломаном русском «старец Пахомий». Мы с ним очень мало говорили, да, от него шла бы та же благость. Благодать. Благодать, да, да. Старец Пахомий. Вот. Очень мне это запомнилось. То есть в таком случае даже и неважная тема, может быть, да, беседы? Да, конечно, не важно. Оно вот присутствует здесь. У него не было здесь. Видимо, он не имел какого-то высокого чина в иерархии. Видимо, нет. Был еще очень интересный у меня встреча уже в другом. Это уже была буддийская встреча. Вы на Ацилоне были. Да, да, неоднократно. Это было в окрестностях Канди. Да, 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 я знаю. Был такой, ну, его уж, конечно, нет, нет живых. Ему уже, ему должно было быть, ну, наверное, уже не меньше ста лет. Не меньше ста. Был такой, он, кстати, писал по, не очень крупный ученый, но, так сказать, он писал ряд вещей. Писал по-английски, может, не только. Не на пони Катхера. Может быть, вы это имя знаете. А может... Нет, наверное, нет. Это неважно. И я, значит, я о нем знал. Это был в городе Канди. В окрестностях Канди в лесу, значит, я как-то так вот, в чем-то на свой страх и риск, да. Он был у себя. Он был местным человеком? Он был... Нет, вот-вот. Я вот скажу, кто это такой. Он был беженец из нацистской Германии. И он мне рассказал о себе. Он был тогда юношей, вот в 30-х годах. Ему надо было бежать, чтобы спасать жизнь. Он, кажется, с матерью бежал. И он мне сказал, вот, вот мать, она, ну, была, так сказать, видимо, она была чужда вот каких-то других вер, да. Она куда-то отправилась, видимо, то ли в Англию, то ли в Штаты, неважно. А я уже очень увлекался буддизмом. И я поехал сразу на Цейлон. Но он стал за эти годы, ну, это было, когда я был, у него это было, по-моему, 80-е годы. Это уже было через лет 50-е. Он уже был пожилой, конечно же. Вот, и он, но он достиг одного из самых высоких рангов в иерархии вот священников, буддистов на Цейлоне. Я уже не помню точно, как это формулировано, но это один из, так сказать, как бы иерархов буддизма на Цейлоне. Очень мы с ним хорошо беседовали. Он мне какую-то книжку какую-то свою преподнес. Очень было, да. Вот такое было общение. Скажем. Но сказать, чтобы эти встречи были судьбоносными, вы не можете. Нет, нет, нет. Не могу сказать. А какие все же вот... Ну, что-то более связанное с судьбоносностью может быть, например. Ну, вот я любил ходить, ну, по возможности, с детства даже по букинистам. Значит, и что-то было довольно много дома, в библиотеке отца. Это тоже, конечно. Это, может, и судьбоносное. Да. Хотя я бы выразился немножко иначе. Это как бы причастное судьбе, потому что судьба уже существовала, мне кажется. Ну, скажем так. Ее раскрывающее, что ли. Да, да. Какое-то время я ходил, значит, с отцом вместе. Тут это было в Москве. У нас это называлось «пойти в город», хотя мы жили в городе не так уж далеко от центра. Но это было... Вы Москву наверняка знаете. Это было в районе Тверской тогда Горького, Кузнецкого моста, вот в этом ареале. Вот тут самый центр. Увы, уже на том же месте почти никакой из тадашних... Даже, может быть, вообще не остался никакой бутинистический магазин. Конечно. Вот сразу же лавка писателей чуть-чуть выше по Кузнецкому. И сначала мы с ним ходили... Он, естественно, я ходил с отцом, но это было довольно плачевное занятие, потому что я на каждом шагу... Ой, папа, вот это купи. Ну, давай это купим. Ну, он... Всего, о чем я просил, он никак, наверное, при... Так сказать, все я хоть не мог, наверное. Да, ну и, конечно, я огорчался. А потом меня уже стали самого отпускать уже, да, лет примерно, я не помню, ну, лет, скажем, с тринадцати, вот так вот. И это было, правда, не из первых моих приобретений. Нет, мне уже было лет, может, шестнадцать, вот так вот. И я купил это, хотя об этом, о том, чтобы это было распространялось, и речи тогда не могло быть, дореволюционный четырехтомник Шопенгауэра, который действительно... Ну, во-первых, это было ощущение, конечно, так сказать... То есть это было после войны где-то, да? Это было уже после войны. Война уже закончилась. Вообще, можно было столько вещей найти у бутинистов, которые даже иногда, может быть, что-то формально не допускалось, к продаже, может, там, та же Библия, но её можно было тоже найти у бутинистов, вот. Кстати, так и получилось, но это я ещё раньше, с синодальной Библией был, ознакомился, вот. Но вот этот Шопенгауэр, значит, он меня сразу совершенно очаровал. В шестнадцать лет. Началась такая, ну, в каком-то смысле иллюзия, знаете, когда вы что-то... А, ну я же сам так давно считаю. Хотя, конечно, я до этого сам. До всей системы Шопенгауэра не додумался. Но вот ощущение, что это вот что-то так мне близко. Да. Что, да. Перевод был... Он вообще, кстати, и перевод довольно удачный. В основном это были переводы Айхенвальда, которые, кстати, сейчас уже вышел шеститомник, в основном даже тех же переводов. Он вообще... Он был еще блестящим стилистом. Замечательная афористика у него. Вот. И меня очень поразила его слова про вот Упанишады. Слово Упанишада я знал из сборничков Толстого. Вот. То есть в юности еще. Афористика. Я вот, кстати, об этом совсем вкратце написал послесловие вот к этим афоризмам. Совсем вкратце. Ну вот так захотелось что-то сказать. То есть об истории знакомства вашего. Да, здесь как раз один из вопросов был, почему Упанишады? Это был чей-то совет? Во-первых, в каких-то... Это был собственный выбор. Уже была ссылка на эти Упанишады, но я еще ничего не знал. У Шопенгауэра чуть-чуть... Хотя он не был эндологом, и, насколько я понимаю, санскрита он не знал. Ну да. Вот. Ну, неважно. И его слова, значит, о том, что это вот нет буквально другого столь возвышенного текста, что они были моим утешением в течение моей жизни, и, надеюсь, будут моим утешением в час, когда я буду расставаться с земной жизнью. Я помню, эти слова на меня очень подействовали. Да. Очень подействовали. И, может, тогда уже где-то зародилась... Зародилась семечка. Может, я и когда... Вот это да. Был еще один тоже примерно в те же годы, даже немножко раньше. Была очень интересная книжка, выпущена тогда. Потом ее крайне ругали, хотя она была... Только начала... Это была середина сороковых. Начала существовать библиотека, такая же издательство серии, библиотека иностранной литературы. И причем некоторые книжки были вообще малодоступны. Они выпускались с грифом для научных библиотек. Но у нас была одна такая книжка, высшая в году, в 1946-1947, Шреддингера, физика Шреддингера, очень известного. Она называлась «Что такое жизнь с точки зрения физики?». И там тоже есть такой экскурс в конце, где тоже, что вот это положение у Паниша до отождества индивидуального я с всемирным высшим я, это как бы расценивалось традиционно как одна из глубочайших мыслей. Это тоже на меня подействовало. Это место вот так вот. Это было, по-моему, возможно, за год до приобретения. Ну, или одновременно почти. Вот эти вот пункты, они во всяком случае как-то совпали. Тем более, что представитель точной науки с таким отзывом. А у вас же был период, когда вы занимались, кажется, математикой. У меня был период, когда я на втором курсе. Да, ну, было так. Я-то поступил на классическое. Это была моя детская любовь, древняя Греция. Потом что-то менялось. Потом были увлечения там. Музыкальные были увлечения, еще какие-то. Математические. Но когда я все кончил, когда кончил школу, то как-то я вот вернулся как-то вот к классике, к древности. Я поступил на классическое отделение филфака в Московском университете. Да, поступил, значит. Экзамены благополучно вроде сдал, хотя отметки были в школе у меня самые разные. Школы я очень не любил. Очень. Я занимался массой вещей, но только не школьной. Я уже не помню. Ну, что-то было не повезло со школой. Что-то читал, там, языки изучал, что-то разное. Музыку. В общем, всякую-всячину. А вдруг я на втором курсе понял, что ну что же я вообще дурак, занимаюсь филологией, надо же математикой. Надо же заниматься математикой. Вот. Ну, я помню, я пошел к отсутствию, вот говорю. Ну, а времена были довольно трудные в ряде отношений. И, опять же, в ряде отношений вообще было неизвестно, что завтра будет. Конечно, конечно. Ну, это вы, наверное, по наслышке знаете. Вот. И он сказал так, да, это так. Ну, вот смотри, ты сегодня, нет, а завтра ты еще что-нибудь там заинтересуешься. Ты вот, будь любезен, получи диплом там. А там, если хочешь, учись дальше, пожалуйста. То есть вот так вот. Но получи диплом. Не отказывайся от того, что ты уже... Вот. Ну, я вообще рассудил так, и даже сейчас это считаю, что... Да. И все осталось без изменения. Разве что стоит... Разве что с третьего я начал у профессора Петерсона изучать факультативно, он не входит в санскрит. Вот это, это вот, да. Это... То есть вашим основным учителем санскрита был профессор Петерсон. Был Михаил Николаевич Петерсон, да. А это... А с математикой дело очень просто. Для меня это абсолютно ясно, и это абсолютно как-то звучит успокоительно. Если бы действительно были бы какие-то существенные способности, слава богу, условия у меня были очень благоприятные. Да, они бы проявились. На фоне были очень благоприятные. И я уж как-нибудь бы их смог проявить. Да, да. Это не был такой случай, когда человек буквально ради куска хлеба вообще должен работать, и уже у него нет времени там ни музыку писать, ни что-то там исследовать. Нет. Если были бы реальные способности, то, конечно, я имел, так сказать, полную возможность. Если этого не было, то, значит, ну и нечего говорить. Александр Яковлевич, вот как раз вопрос по поводу вашего преподавателя санскрита. Как вы изучали санскрит, и что можете порекомендовать тем, кто изучает санскрит сейчас? Ну, я не знаю. Это было факультурно. Был профессор Петерсон, Михаил Николаевич. Вот, он был такой... Он не был специальным эндологом, хотя он санскрит знал. Вот. Очень был интересный человек. Он, кстати, был сын вот Николая Петерсона, который был одним из корреспондентов даже Толстого, и который был близок вот к Фёдоровцам. Вот Фёдорову в общем. Да, да, да. Это вот так вот, да. Фёдоров Циолковский вот это, Михаил Николаевич, да. Космиссов. Его немножко мой отец знал, ну, это я уже говорил в интервью, как такой курьёз. Он был такой человек, скорее, спортивного типа, Михаил Николаевич, такой смуглый, невысокий сравнительно, да. Довольно такой, именно как бы здоровый. И в санатории, ещё до... Это было... Ещё года за два... То есть на книжного червя не был похож? Не очень. Ну, было трудно сказать. Он был, так сказать, известным учёным, профессором, да. Его, кстати, всё время клевали за формализм, между прочим. Потом случилось очень любопыт, когда началось вот это. И не только клевали. Ну, он... Ну, во всяком... Нет, ну, тут всё относительно. Ну, относительно ему, конечно, было много переживаний, но относительно многих других его участь была... Всё-таки... Там что-то было с Маром, да, связано? Он Мара не любил, конечно. Ну, да, он Мара... И потом, когда Мара, так сказать, кончили поклоняться Мару, вот это был тот редкий случай, когда вот одна из этих компаний, ну, совершенно там, бракобесные там, когда там, когда там избивали там генетиков, когда Лысенко торжествовал. Да, да, да. А здесь была компания, которая парадоксальным образом помогла действительно настоящему учёному. Понимаете? Да, да, да. Это была вот... Теперь, значит, так. Да, он был... И я помню, это я об этом уже говорил в каких-то интервью, да. Он меня обучал игре в теннис. Без всякого успеха. Ну, я помню, как надо стоять... Настольный? Настольный? Да нет, теннис. Настоящий большой теннис. Да, теннис, да. Под каким углом держать ракетку, как... В общем, он меня абсолютно безуспешно... Это до того, как вы ещё с Роскитом? До того, может быть, это был какой-то тест своего рода. Может быть, есть... Вот такая, значит, судьба. Может быть, есть какая-то связь тенниса с Санскритом? Ну, может быть. Не знаю. Может, суждено было под моей кармой. Сначала у него учиться без всяких результатов, а потом, чтобы по-другому начать учиться. Да. Теннисиста у меня не стал и думает, что да. Вот. Ну, теперь, значит, так. Как он вёл занятия? Вот как проходило ваше занятие? Мы читали тексты, сравнительно быстро начали читать. Очень быстро. Панчатантру он советовал? Нет-нет-нет, не панчатантру. Панчатантру, так сказать. Другой версией он даже немножко занимался, но нет. Мы начали читать Савитри поэмы. Это часть... Ну, что я вам буду говорить? Аурабинда? Что? Аурабинда? Нет-нет-нет, Савитри. Это одна из частей Махабхараты. Из третьих книг Махабхараты. Потому что есть, есть... Нет, нет. Панчатантру Бинда, нет. Есть, да. Это у Савитри вот это. Вот. Которая там благочестивая жена, как она пошла, так сказать, спасла своего мужа и так далее, и так далее. Ну, как идеал это... Ну, это, естественно, вы лучше знаете, как имя, имя нарицательное для вот такой, для вот преданной жены, которая вот... И, значит, да, мы это читали, разбирали. Вот. Вот так вот. И я уже стал писать уже там какую-то курсовую работу. Я уже стал... А потом и диплом я стал писать по санскриту. Но примерно, когда я кончал уже... А какая была тема вашего диплома? Тема была диплома, если не ошибаюсь, синонимика языка панчатантры. Меня заинтересовала обилие названий разных животных. Петерсон предложил эту тему? Нет, нет. Меня самого это заинтересовало. Я какие-то вещи читал по выразительности языка, вот, там, какие-то вещи, потемни какие-то, еще какие-то. Нет, нет. Он, нет. Насколько... До этого что-то по локативу, по местному падежу в санскритском. Это была какая-то курсовая. Я, как я понимаю, да, ну, потом какая-то маленькая статейка у меня вышла, ну, а так она... Там ничего особенно нет интересного. Ну, какие-то вот наблюдения над языком панчатантры. К несчастью, видимо, все это, да. Ну, потом ему стало чуть-чуть легче дышать после этой дискуссии. Ну, видимо, ну, вот опять же, всех этих связей мы не знаем, но вот внезапно его поразил инсульт уже. Я сейчас не помню, ли я уже успел пользоваться. Возможно, в результате переживаний всех. Наверное, ну, Господи. Ну, конечно. Постоянного страха, в котором вся страна жила. Ну, как и все оценивают, а почему, так сказать, почему, скажем, через сколько, через полтора года Пастернак умер от рака после этой дикой травли. Ну, меня, знаете, тот же вопрос в отношении Юрия Николаевича Рериха очень интересует, потому что ведь... Я знаю. Да нет, но это было... Он только успел создать этот сектор потрясающий. Да нет, Три года и исчез человек. Да нет, но была дикая история. Ну, опять же, понимаете, вот это самое... Вы допускаете версию убийства и отравления, например? Нет. Нет? Я знаю, что это было при его моменте. Я его знал мало очень, Рериха, но немножко... Ведь он не был даже пожилым человеком. Нет, нет, нет. Было так, значит. Он... Ну, во-первых, он приехал к фотосессе высочайшему приглашению. Да, да, да. Ему дали... Пятьдесят седьмой год. Ему дали сектор в Иституте Востоковедения в Москве. Да, да, да. И сектор, как сказать, истории культуры и философии Индии. Вот. Я в это время работал еще вот в Иституте Истории. Так уж сложилось. И заканчивал диссертацию по византиноведению. Да, 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 да. По эпосу о Денисе Акрите. Кстати, даже на... То есть Рерих не был вашим наставником? Нет, нет. тянуло в Индию. Потому что Индия, собственно, занимался в конце последних годов университета и самое первое время, когда я, собственно, перевел панчатанку. По существу. Потом, значит, я занялся в Византии, потом опять меня потянуло в Индию. Я считал, что вот... А как вы к Византии вот... Это получилось так. Так обстоятельства сложились таким образом, что я стал работать в Институте Истории. Причем сначала даже в секторе древней истории. Ну, это, казалось бы, отвечало моей детской любви. Но очень... Там была какая-то переорганизация. Они стали набирать людей для... Значит, в сектор Византии. И, так сказать, меня хотели... Я сначала как-то не очень хотел, но потом меня что-то там заинтересовали какие-то темы. Ну, это вообще... Потом я, кстати, вернулся к этой теме. Уже много позже, уже в 80-х годах. Есть очень интересное житие Симеона Юродивого, греческое. И вот я о нем написал, опять же, как о определенном модели религиозного поведения. Да, да, да. Это замечательная тема, глубочайшая о юродстве. О юродстве на Руси, о юродстве в Индии, в Тибете. Вот, вот, вот. Да. Совершенно верно. Ну, вот. Так что я... Как, опять же, такой способ бегства от того самого ужаса и экзистенциального... Ну, это как определенный... У меня была какая-то... Экзистенциальность. У меня какая-то схема, так сказать, религиозного поведения, пути к просветлению, которая была как бы мною как бы, ну, определена на материале, так сказать, индийских текстов. Я ее в какой-то мере попытался приложить вот к схеме пути уже характерной, вот именно юродства. А существует... Как некоторое... Нет, ну, это... Печатный текст существует в вашей работе? Ну, разумеется, это есть, во-первых, статья на английском языке, и довольно ее изложение, чуть-чуть сокращенное, в книжке спуститься, чтобы вознестись. Эта книжка вышла в Иерусалиме в 93-м году. Когда я читала о вас, мне попадалось... Вот это переиздадут. Ну, я не знаю. Есть такое... Она в Иерусалиме выходила. В Иерусалиме. Это издание, ну, естественно, оно мало-мало доступное. Вот. Теперь, значит, да. Да, к Рериху тогда. Что-то... Возвращаемся к Рериху. Возвращаемся к Рериху, да. А что касается Рериха, да, я захотел... Причем я знал, что это есть. Я очень хотел перейти в Восстокнение и именно к нему все. Конечно. Я помню, я к нему пошел, мы с ним... Опять же, очень... Ну, опять же, нет, не сравнимое с теми примерами, которые я говорил. Ну, все... Общение... На все же. Очень, очень, очень было приятно. Он... Я ему стал что-то... Мы стали говорить об Упанишанах. Опять же, он очень сочувственно, глубоко сочувственно отнесся. Ну, хорошо. Вот так. У меня осталось самые светлые воспоминания. А потом что произошло? А потом, да, но какие-то все-таки шаги надо было предпринимать, пока шли эти все процедуры. Так он скоропостижно скончался, ну, может и не так, в мае 60-го года. Да-да-да. Ну, историю с Тхомопадой вы знаете. Ну, конечно, да. Ну, там было... Там действительно с ним обращались абсолютно... Понимаете, в чем дело? А как же так? Сначала дают сектор, приглашают в страну. Дают сектор. В чем дело? Ну, мало ли что... Не ожидали, что он так развернется? Не думаю. Ну, во-первых, это был какой-то шаг формальный, ну, вежливости. Они как раз... Семья Рерихов, они, при том, что это были... Они, конечно, их интересы были очень, так сказать, далеки от... Специфические очень, да. От диалектического материализма. Очень далеки... Но все-таки Юрий Николаевич академист. Да, да, да. Они всегда, в общем, вели себя очень, так сказать, лояльно относительно Советского Союза. Они, так сказать, отнюю там у них не было специально. Вот. Они, ну, просто себе писали, вот, и отец, и мать, вот, Елена Рерих, и... Да, и сын просто... Сыновя были вообще немножко в стороне. Сын младший был вообще художником. Да, да, да. Светослав, да. Ну, таким немножко китченым художником, конечно. Немножко это было не... Ну, хотя, да, вопрос об отце это немножко особая тема, но неважно. Вот. А, значит, а это самое... А младший, вот, Юрий Николаевич, старший Юрий Николаевич, он вообще был, так сказать, тибетологом. Ученый, конечно. Ученый, конечно. Ну, когда его пригласили... Он знал несколько европейских языков. Во-первых, знали, что это... Санскриты, тибетские, монгольские. Совершенно блестящий человек. Он занимался северным буддизмом. Блестящий человек. Во-первых, когда его пригласили... Ну, видимо, знал Хрущев, что семья в общем относится к Советскому Союзу. Во всяком случае, никакой особой вражды. Ну, тем более, это уже было после смерти Сталина. Это уже совсем другая история. Нет, нет, нет. Погодите. Но, так сказать, от идеологии никто не собирался отказываться. Никто не собирался. Поэтому, когда готовилась, значит, Дхамопада с чудесным предисловием Владимира Николаевича. Да, это было. Вы все знаете. Замечательно. Это первая книга, которая попала мне в юности в руки. Еще в том старом издании. Да, да, да. 60-какого-то года. Второго, кажется. Третьего. Нет, нет. Это же, по-моему, или 61-го. Или сразу же после смерти Юлия Николаевича. Это вышло при жизни Рериха. То есть это, наверное, все-таки 60-го. Разве при жизни вышло Дхамопада? Рерих скончался в мае 60-го. Да. По-моему, там и поставлен 60-й год. Может быть, да. Выходные данные. Она могла выйти в самом конце 59-го, а поставили уже 60-й. Они уже были сигналы, что это совсем не то, что... То есть им не понравилось предисловие? Да не то, что даже не понравилось. Оно было написано абсолютно, это было абсолютно, ну, как бы, вот, белая ворона среди всех возможных предисловий. Это была... Никакого гимна марксизма или ленинизма. Это была сверх, так сказать, ну, научной безупречности. Абсолютная свобода, как будто бы он вообще с другой планеты пришел. Абсолютная... Даже то, что там против чего или за что-то. Вот как будто бы этого нет ничего. Абсолютная свобода, которая вообще расценивалась, как вы понимаете. Так уж это возможно. Так как? Абсолютно невозможно. Более того, это даже в чем-то еще хуже расценивалась, потому что, когда ты, так сказать, или за, или против, значит, ты, ты на том же уровне. Когда ты вообще на ином уровне. И Владимир Николаевич, он действительно... Ну да, особо опасно, конечно. Он был на ином уровне. Я помню, о нем говорили, его на комиссии говорили, как вы расцениваете партийную политику Тхамапана? Он ответил, как невежественную. Буквально. Как глубочайшая невежественная. Да, да. Или как глубочайшая, да. Вот. Но было... Но вот что получилось. Ее уже анонсировали. Они уже писали, чуть не тогдашнему президенту Индии. Уже индийские знали. Да, да, да. Понимаете, да. То есть уже... Нет, более... Они только знали, но уже, так сказать, этим как-то это уже выдвигалось какой-то аргумент. Конечно, да. Что они знали, они, так сказать... Это даже не важно. А массе вещей знают и все равно их громят и, так сказать, громили, и не было выхода. Вот. Но когда это уже вышло, так тут уже... Ну, не важно. Можно было поставить условия, и переписать это предисловие. Ну, что вы. Ну, как... Ну, трудно сказать. По всей ситуации. Значит, уже как-то связали себя с какими-то там уже людьми. Вот. И, понимаете, и тогда действительно началась какая-то... Вплоть до каких-то страшных грубостей в ученом совете. В адрес Юрия Николаевича? В адрес Юрия Николаевича. То есть вы считаете, что он не вынес этой ситуации? Я считаю, что это... Что он всегда жил в совершенно иной... Мы не знаем. Мы не... Опять же, понимаете, мы можем только поставить это в связь с какими-то событиями. В этом смысле, понимаете, ну, вот нам очень свойственно, так сказать, прямым образом как бы вот утверждать любого вида причинную зависимость. Мы этого не знаем. Но по меньшей мере мы что-то можем поставить в контекст как нечто правдоподобное. Разумеется, он мог знать и пережая историю там всяких там... Во-первых, ряда буддистских ученых крупных 30-х годов, того же Вострикова, скажем, и судьбы там буддистов где-нибудь там в Бурятии. Вы были знакомы с Бидией Дандаровичем? Лично нет. Но я его дело... Я его деле знал там. Ну, вы, наверное, знали его учеников и всю эту группу вокруг него. Я с ним лично не общался, потому что там уже какие-то их там уже всякие меры против них уже были. Нет, я еще был в России, но потом я уже уехал в те годы. Но я об этом знаю достаточно хорошо. Он вообще мученик был, Биди Дандаровичем. если можно говорить о мученичестве нового времени, ну, естественно, вот тибетцы вот уже периода китайского и вот... В каком-то смысле и Юрий Николаевич тоже к рангу мучеников относится. Ну, он немножко все-таки его... Просто он столкнулся с вещами, которые, во-первых, никакие приглашения ради него не могли изменить, так сказать, общие, так сказать, иди, да. Другое дело, что древность была относительно все-таки была относительно более вольно занимана. Ну, я вот все эти годы там работал и, в общем... Ну, посмотрите, он за три года сумел сделать то, что он... Ну, он делал... Ну, видите ли, я вам скажу. Он же был учителем Елизаренковой Татьяны Яковлевны, насколько я знаю, Пятигорского. Нет, нет, видите ли, может быть, но Татьяна Яковлевна она училась у Петерсона. Она не училась? Нет, нет, нет. Она была к этому времени, когда он приехал, она была уже, в общем-то... Ну, была еще, конечно, молодой. Но уже специалист. Ей было по 30 что-нибудь. Ну, нет, она была уже, в общем-то, сложившимся учебником. Другое дело, что образ такого, как бы, и вот наставника, руководителя, конечно... Спустившегося с Тибетки в гор, тем более. Что он, кстати, вырастил, да, что он вырастил, приятно. Это, конечно, наверное, сильно сказано, но, конечно, это был, как бы, центр вот таких вот... Так он ощущается. ...который ощущался руководством Тибетка как глубоко чуждый. Да, да, да. Как вы понимаете? Ну, это... Ну, опять же, это легко сказать постфактум, ну, наверное, Юрий Николаевич, наверное, какие-то вещи он мог, так сказать, он мог, так сказать, экстраполировать, но это уже... Да. Но в любом случае для него это был, конечно, опыт такой, и... Ну, и мы это ставим в связь, хотя, как правило, мы знаем ничтожную часть любой, любой этой причинной зависимости. Поэтому мы не знаем, что еще. Но это наверняка, наверняка сыграло роль. Наверняка. Может, он уже был, так сказать, по состоянию сердца заведомо обречен, но это сыграло вот такую роль вот этого толчка к этому. Какие-то совершенно возмутительные какие-то выступления против него в самом институте. Вот так вот. Так что это трудно, но в любом случае, значит, факт, что да. А когда я уже туда оформили мой переход, его уже не было в живых. Естественно, не было уже его сектора. А он был расформирован. Тут же. Тут же. По-моему, я боюсь тут, я, так сказать, не так уж был все время очевидцем, но боюсь, что очень скоро. Знаете, вот это выглядит как запланированная операция. Да нет. К уничтожению Юрия Николаевича и сектора. Его тут же. Нет, нет. Видите ли, я вам скажу, Виктория, я... Но ведь Дондарона уничтожили могли, уничтожили тиралифа. Потому что это был... Потому что он, так сказать, относился к тому, так сказать, к тем людям, которые действительно, так сказать, существовали на ином уровне. А это было, даже может быть, хуже, чем быть противником на, так сказать, том же уровне. Да, да, да. На том же даже уровне. Человек может вполне, так сказать, перейти, перекраситься. Они были уже на таком уровне, что вообще они досмотрели сверху вниз. Чего даже не могли понять те, кто все это организовал, и что они в любом случае ощущали, как самую враждебную какую-то вот такую сторону. Да, да, да. И это абсолютно понятно. Это, кстати, абсолютно понятно. Потому что здесь они могут человека уничтожить, но они, в каком-то смысле, они вот бессильны. Понимаете? Вот так. И тут уже, тут уже ничего нельзя сделать. Понимаете? И тут ничего нельзя сделать. Понимаете? Там ругали Пастернака. Нельзя заставить его писать так, как, не знаю, так, как там пишет, ну, не знаю, там, не знаю, там, Евтушенко или Грибачев или еще. Но его, довести его до, так сказать, инфаркта можно. Понимаете? До рака можно довести. Вот так. Так что это все. Вот. Это не то, что... В общем, это и, к сожалению, это туда. А вообще, вообще-то говоря, мы же всегда знаем, когда мы рассуждаем о каких-то причинах, мы вообще, мы оперируем ничтожной долей известных нам. факторов, ничтожнейшей долей, абсолютно ничтожной. И это относится решительно вот ко всем таким случаям, понимаете? Да, ко всем сферам. Практически, ко всем сферам. то же самое, то же самое, когда мы чего-то не можем объяснить, мы называем что-то случайное. Случайность – это ист просто результат нашего невежества. Случайность или совпадения. Реально не дано усечь. Ибо здесь уже не, допустим, десятки неизвестных нам причин, а может быть, тысячи неизвестных причин. Но люди это называют случайностью, как бы снимая с себя всякую ответственность. А это, что значит, это не случайность. Есть же очень хорошее выражение. Тяжело. Ее трудно выдержать эту ответственность. Она довольно недюжев сил требует. Здесь просто человечество, разум и способность к притяжению просто оказываются несостоятельными. Но если, так сказать, идти как бы сверху, допускание от вот есть очень хорошие слова Эйнштейна. Бог не играет в кости. Да, я помню. Вот так вот. Ну вот и все. Да, да, да. Вот и все. Да. Так что, да. Ну, в общем, я когда туда перешел, я уже был, кажется, в отделе памятников. Нет, ну, с точки зрения моей работы, ну, нет смысла говорить, что было бы, если бы. Это вообще бессмысленно. У вас не было ситуаций, вот, связанных с той эпохой вот каких-то напряженных и осложнений? Да, особенной даже не было, потому что я занимался плановым. У Панишады включили в плановую тему. Отзывы были в какие-то тонкости философствия. Я, так сказать, не лез и просто писал, что это относится к компетенции специалистов, философов. А так я просто излагаю то, что есть. Да, да. Было некоторое недовольство, связанное вот с афоризмами. А с афоризмами? Что не так? Я покажу. Но они, во-первых, не были плановой работы. Это был чистый мой для собственного удовольствия замысел. То есть это уже подозрение вызывало? Это вышло в 66-м году, да, уже больше полувека назад. Да. Но, когда это вышло, я, кстати, об этом я вкратце пишу в послесловии. Вот. Когда это вышло, так, во-первых, появился в журнале вопросы религии и, нет, наука и религии, был такой журнал. Да, был такой. И там появилась буквально в том же году такая рецензия под каким-то таким немножко издевательским названием то ли о чем-то я всемогущим боги, еще о чем-то. Вот. Там было, во-первых, значит, как можно такие взгляды, ну, я об этом вкратце пишу, как можно такие взгляды относительно женщин или слуг высказывать. Ну, а там о женщинах и то, и другое. А в плане освобождения могшей естественно, так сказать, полицается и все связанное с женщинами. В части Камы, разумеется, женщинам отдается, но опять же, под, так сказать, основным жизненным, так сказать, целям. Да, да, да. Вот. А значит, ну, это значит, во-первых, он дико за них обиделся, потом, значит, как называется, там, где связано, там, высшее начало. К сожалению, тогда мне не дались с большой буквы писать высшее начало, но я это здесь переправил, это здесь, вот, высшее начало. Вот. А потом, значит, где-то я пишу, там, что есть какие-то вроде внутренние противоречия, которые, так сказать, отражают в каком-то смысле практицизм, которому, которому человек следует на это, пока, скажем, он занят артхой, и артха с гостной дхармы, все это обязательства, что то наставление говорят, что если ты вот ничего не делаешь, так ничего и не будет, а с другой, что ты не делаешь, так сказать, все у тебя написано на вуз в самом начале. Да, 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 с твоей варной. Вот я там пишу по этому поводу, это уже в первом предисловии, что, так сказать, исключать подобные несовместимости все-таки представлялось не лучшим путем, потому что читатель получил бы все-таки более так, как бы, неполную картину. Вот. Это, так сказать, всей, так сказать, вот этой индийской, вот как бы, индийского видения мира. А тут рецензент написал так, вот опять же, ссылась это, но, во-первых, зачем вообще нашему читателю иметь полную картину? Нашему человеку. Совершенно забыла. Это я, кстати, вот этот момент, я не мог удержаться и повторил это в издании. Зачем нашему читателю полная картина? Это прямо как из бриллиантовой руки наши люди в булочных на такси. Разумеется, она совершенно ни к чему нашему читателю полная картина. Ну, конечно. Вот так вот, да. Но были и эти самые, были и, были и, естественно, какие-то упреки сверху, с более сотни инстанций, были разные. Это уже 60-е годы, да? Это была середина, но это было в порядке вещей. Я особенно и не надеялся, что это там. То есть уже был Брежнев. Уже был Брежнев. Уже был Брежнев, но это в данном случае. Ничего не меняло. Не думаю, да? Нет, но тут было другое. Ну, ладно, хорошо, это так, это разумеется, не, допустим, не так сказать, моя точка зрения, хотя это уже, это уже мое личное дело. Хорошо, это древняя Индия, ладно, вы занимаетесь наукой, но зачем вы это издаете массовым тиражом? А тираж был 100 тысяч, который тут же разошелся. Боже, колоссальный тираж. Вот вы понимаете, в такие времена был такой, да. Издательство? Наука. Наука. Да, кажется, главная редакция Восточной литерации. Она ведь существует до сих пор. Он буквально тут же, ну, были разные отзывы, были очень, ну, опять же, об этом очень коротко что сказать, да. Так вот, такой был упрек уже более высоких инстанций, что хорошо, но зачем вы такие вещи издаете массовым тиражом? Да, это же не собрание сочинений Ленина. Это было, да. Но в плане каких-то, ну, во-первых, это была, видимо, моя, так сказать, собственно, да, а потом практически не было особых поводов что-то специально предпринимать, что-то, ну, была, тем более, что, так сказать, работала, она получила отзывы благоприятные специалистов, вроде, издательство это сделало, я так их подобрал, ну, специально за... Почему я выбрал именно эти афоризмы и не исключил их, почему я выбрал, где там плохо о слуге или плохо о женщине, ну, вот, да. И кроме того, ну, тут просто, во-первых, видимо, не было специальных поводов что-то там со мной делать, и был сам по себе, я был тогда Гафуров, видать. Да. Вот. Ну, он, так сказать, он, наверное, по своей инициативе особенно ничего не делал. Я даже помню, я, так сказать, вот в то время, когда это было, я в коридоре института, я, значит, тут иду, и он навстречу идет. И единственное, что он мне сказал, ну, что же вы нас так подвели? Это он мне... И все, и больше ничего. Ну, так, по-дружески даже, пожурил, можно сказать. Нет, он-то сказал, ну, может быть, с легким упреком, но, так сказать, без всякой, так сказать, жаждой, вот, мол, так вот, смотрите, мы, так сказать, этого так дела не оставили. Да, да, да. Буквально, что же вы нас так подвели? И все. Этим, так сказать, ограничилась реакция. Ну, для меня лично. Может, они, так сказать, что-то выражали недовольство там заведующему издательству, или, там, кому-то еще. Может быть. Ну, это... Я не в курсе дела. Хорошая карма, Александр Яковлевич, у вас, видимо. Это было так, да. Это вам крупно повезло. Вот, вы знаете, у меня... А мне вообще везло, наверное. Вот я чувствую, что вы везучий человек, вы знаете. А я так и пишу тоже. И вот, я чувствую, вот как бы вы ни говорили об ужасе бытия нашего... Ну, это трудно сказать. Ну, это трудно сказать. О тленности, но от вас веет неким счастьем, вот поверьте мне. Ну, это я не уверен. Вы знаете, особенно, когда вы рассказываете о каких-то детских воспоминаниях, о выходах в город. Ну, детство вообще... Понимаете, о покупке Шопенгауэра. Вот там счастье, оно чувствуется даже сейчас. Это счастливая, ничем не повторимая пора детства. Это же слова из толстовского детства. У всех, ведь тоже не у всех оно бывает разное. Не у всех, правда. Так я так и считаю, что судьба, так сказать, оказалась благоприятной. В целом, ряде отношений. И это я понимаю, и, конечно, да. Это да. Это да. Вы знаете, вот такой вопрос еще... Еще такие вопросы. Да, вопрос один из первых, который вот возник у меня. Поскольку вы стояли, можно сказать, у истоков отечественного востоковедения. Нет, нет, нет. Советского периода. Нет, нет, нет. Ну, все же. Ну, там ведь был большой перерыв, когда школа вообще... Нет, нет, нет. Ну, были, господи, были еще, так сказать, были очень крупные исследователи. Ну, вы в том числе. Был там Щербатской, скажем, был. Ну, конечно, да. Кто-то там безвременно скончался, кто-то погиб там. Нет, нет. Это, конечно, не так. Была хорошая школа. Опять же, ну, кто-то... В чем-то это было. Имела очень печальную судьбу. В Петербурге, конечно, была. Вот, нет. Нет, но просто это... Просто лучше, точнее сказать, было бы, что в том некотором, так сказать, вот, так сказать, интенсификации интереса, вот классической к индийским этим ценностям, которое произошло, вот, скажем, с 50-х годов, 60-х, я вот как-то к этому причастен. Да, да. Вот так можно выразиться. Да, хорошо. Но стоять у истоков... Хорошо, хорошо. Тогда вопрос вот какой у меня в связи с этим. Вот известно, что восточные факультеты, причем именно восточные, были на особом таком положении. Они были под строгим надзором... При университете. При университете. Да. Так вот я вам скажу. Так было в ЛГУ. Я думаю, что в Москве было не иначе. Так вот я вам скажу. Я понимаю, что стратегический, политический Восток всегда был направлением важным. Но, может быть, еще какая-то причина? Нет, нет, нет. Военные переводчики для спецслужб. Я понимаю, что вы посчитали. Но что-то еще может быть. Нет, нет, нет. Прежде всего я, значит, кончал и классическое отделение, как классик. Да. Специализировался по санскриту факультативно. Занялся санскритом. Причем, окончив университет, я с университетом никаких не видел. Так сложилось, что я смог работать в Институте Истории Академии Наук, Научно-исследовательском. С так называемым Институтом Восточных Языков при университете я никогда не имел дела. Понятно. Никогда. И вряд ли вообще было бы реально, чтобы я туда как-то попал. Абсолютно. Я знал, что там вообще был, так сказать, такой институт Востоковедния, такого рода был. Но он в основном был связан отчасти с иностранными делами. Там даже военные факультеты какие-то существовали. Я знал. Нет-нет-нет. Это было... Почему так? Это я и не в курсе дела, и я абсолютно с ними дела никакого не имел. И, кстати, с преподаванием вообще не имел дела никакого. До того, как уехали в Израильск? Когда я уехал, там просто иначе организовано. То есть я работал только в системе Академии Наук. Научно-исследовательском. Институтом. Отделение общественных наук. Туда входит и история Востоковедния. Причем занимался древностями. А поскольку это были очень далекие индийские древности, это было... Ну, другое дело. Конечно, я мог не так осветить какую-то там философию в плане борьбы с идеализмом и материализмом. Но этим я не занимался. И наоборот, даже прислушивший говорил, кажется, что это пусть рассматривает, так сказать, специалист-философ, а я вот пытаюсь дать филологически точный перевод текста. Вот так вот. Ну, а все же, вот по вашему мнению, почему восточный факультет, его студенты вызывали такой... История, ну, это же само собой ясно. Не какой-то другой, не филологический, например. Неверно. Почему? И на филологическом были там современные, там, скажем, если речь шла о современной литературе, то же самое, Господи. Тем более какой-то писатель... Другое дело, если писатель умер 500 лет назад или в древности, с него, так сказать, взятки гладкие. И то кто-то его оценит так, но это уже споры, эти уже, так сказать, но если этот писатель, сегодня он на щите, а завтра он брякнет что-нибудь не то, так уже, так сказать, что... А кто-то о нем написал до того, как он брякнул не то. Ну, ясно, что тогда вообще это да. Нет, это было всюду. Другое дело, что общее направление было крайне, так сказать, актуализация этой вещи. И это да. И если говорить о современной, так сказать, Востоке, разумеется, очень значительная часть того же института востоковедения занималась именно современным состоянием. Ну, это вы знаете, наверное. Там составляли... Или люди буквально исследовали что-то. Очень многие младшие сотрудники составляли соответствующие справки там. Там справка об Индонезии, скажем. Туда едет какое-то официальное лицо, которому надо составить, так сказать, чтобы он знал, о чем идет речь и что там говорить. Ему составляется, так сказать, какая-то памятка сведения. И над этим, так сказать, отношения были очень оживленные. Ну да. Будь то там политические, торговые какие-то. И разумеется, то есть это была такая направленность. Но она была в самой... Был там потом Институт Африки, обособился от этого. Был Институт Америки, кстати, стран Америки. И они, конечно, в значительной части, я уже не знаю, в какой пропорции, занимались не столько строгой наукой. Сколько политикой. Но если там, не знаю, в Институте мировой литературы кто-то был в курсе всех этих современных, ну, допустим, разрешали там какого-нибудь там десятку другому сотрудников изучать язык Шекспира или там Чосера, или еще что-то. Разумеется. Ну, примерно так же было и востоковедение. Да. А общей практической, что нельзя уходить от современных... Да, конечно. Но если человек же по самой специальности занимался древностью. Да. Многие... Другое дело, что многие переходили на современность, чтобы... Или чтобы более успешно работать, чтобы оказаться где-то на виду. Это уже другое дело к науке особенного отношения не имеющейся. Вот. А если человек с самого начала замкнулся на этом, и уж кольцкор он попал вот в число сотрудников, ну, ему дают этим заниматься. Вот так. Вот так. А тогда вот... Так что это все было очень так просто. Вот такой вопрос еще, Александр Яковлевич. Если вот востоковед, индолог, тибетолог, занимающийся древними текстами, средневековыми или древними, ведь многие из этих текстов, особенно если они касаются йоги и философии, ведь они очень часто являются посланиями вообще о методах жизни, отношения жизни и смерти к вечным. Вот может ли ученый, занимающийся такими текстами, даже как у Панишады, может ли он оставаться сухим академическим ученым, не вовлекая сердце и душу? Я скажу, может, мне повезло, но я, так сказать, эти тексты, их можно назвать там и этико-философствами у Панишады по-разному, они вообще не так уж однородны. При том, что я подчеркивал, что я философия, что здесь возможны разные истолкования, я упоминал в кратких там библиографических экскурсах, что вот, скажем, вот советские ученые так считают, обращают на это внимание, кто-то там, допустим, такой-то там немец, скажем, Рубен, он был в ГДР, он, так сказать, этого момента дает больше внимания, а какой-то там старый, скажем, Дойсон, например, он вообще почти, так сказать, их равняет их философию чуть не с философией Канта, то есть тоже какие-то... Это я излагаю, но пишу, что вот это вот обилие всех этих интерпретаций, разумеется, оно указывает на там какую-то там духовную жизнь, но здесь, опять же, тут это есть уже компетенция специалиста-философа, вот. А я, так сказать, пытаюсь дать по возможности точную филологическую интерпретацию. И этим, ну, может это, опять же, счастливые сечения обстоятельств, ну, вот я печатал все эти три книжки по панишанам, по панишанам, они вышли в 60-х годах, без всяких, так сказать, особых препятствий, как раз сравнительно гладко и просто. Все отзывы были благоприятны. Издательство и редактор, она, значит, она практически все это приняла без изменений. Вот, так что в этом смысле обстановка была очень благоприятная. Хотя, конечно, были минусы, но я тоже об этом писал. Какая была первая у панишана? Приходораньяка, да. С другой стороны, что были какие-то вещи, может, недоступны, потому что, ну, какими-то изданиями пользоваться было трудно, потому что выписывать издания из других стран было трудно очень. Ну, конечно. Иногда это было возможно. Изучать это на месте у меня не было возможности, в смысле, так сказать, поезда куда-либо. Так что это уже другой вопрос. Почему именно бриходораньяка? Нет, ну, это основные известные у панишаны. Это Марцис спрашивает, почему. Бриходораньяка, чхандоги, это наиболее старые, крупные панишаны. И, так сказать, интеллида. Нет, есть еще, там есть так называемые 12 или 13, есть разные варианты, так называемые главные у панишаны. Да, да. И наиболее старые, всего у панишата больше 200 насчитывается. И более поздние, какая-то даже есть Аллах у панишата по приказу Акбара была, видите. Первый раз слышу. Да, да. Есть, нет, это жанр. Кроме того, это вообще было в каких-то источниках, даже Прагавадгита называется у панишата. Да, было такое. Как символ-то, да. Так что это, да. Но я оперировал переводы главных у панишат плюс отрывки из более поздних или какие-то, полностью какие-то в отрывках. То есть это ваш собственный был уже? Это был выбор, отчасти обусловленный тем, что находилось в моем распоряжении. Ну и, конечно, какой выбор, или что-то дать полностью, или что-то в отрывках уже, как мне казалось, лучше. И сколько лет уходило на это? Это было в основном. На разные переводы. Это в основном было. Панишат, Дегита, Говина, Панчатан. Это было примерно с самого начала, может быть, 60-х. И до этого ушло, может быть, чуть-чуть в самом конце 50-х. А стало это издаваться уже с 64-го года. То есть вот «Брихадораньяка» вышел в 64-м. «Чхандонья» отдельно. Было три отдельных книжки, которые потом репринтом вместе переиздавались. «Чхандонья» в 65-м. И под заголовком «Упанишады» там были остальные главные, плюс какие-то выдержки из менее известных. Это вышло в 67-м. А потом мной уже готовилась монография, некоторые проблемы изучения. Она вышла в 71-м. И мной уже готовилась, уже там возникло это дело, уже защита докторской по исследованию, переводам, комментариям к Упанишадам. А это было, если я ошибаюсь, в 70-м, 71-м годах. А «Гитаговинда»? «Гитаговинда» немножко позже я стал. Нет-нет, вру-ру-ру, немножко позже. Это было уже в 70-е. То есть сначала была «Панчатантра». «Панчатантра». Сначала была «Панчатантра», которая вышла в 58-м, кстати. Потом по очереди были «Упанишады». Потом была «Гитаговинда». Потом параллельно в 60-х была «Камасутра», которая тоже в план не входила. Когда вам не сказали, что как же вы нас подвели, почему вы нас так подвелили до параллельников? Мне ничего не говорили. Удивительно. Не только, значит, я из этого... Я, естественно, да. По поводу «Панчатантра» я тоже об этом говорил. Об этом знали, но это я давал. Давал это специалистам. У тогдашнего заведующего... Какой это был год? Это были 60-е годы. Все же те же 60-е. Это были 60-е годы. Какие-то специалисты... Были отзывы положительные. Какие-то... Тогда был заведующий этой главной редакцией «Восточный» Дрейер был такой, Олег Константинович. Видимо, он какое-то время, может, даже считал, что это реально издать. Были положительные отзывы. Я, естественно, так сказать, не делал секреты из этой работы. Хоть и не, естественно, хоть и не распространял ее как-то. Само собой. И даже удалось в этом плане помочь какому-то парню. Я тоже об этом имел случай говорить в интервью. В институт пришла бумага из какого-то народного суда московского. Какого-то человека обвинили в распространении вот этой порнографии. Да, понятно. Ну, это пошло начальству. А начальство знало, что у меня есть этот перевод. И они дали это мне для заключения. Да, для экспертного. Я им сказал, да. Я с удовольствием напишу, но надо, чтобы... Я могу это и представить, но надо, чтобы вы это подписали, чтобы народный суд увидел, чтобы помочь этому несчастному человеку. Я уже не знаю там. И это было... На самом деле это было даже не... Так сказать, конечно, не вот Камасутра. Это была какая-то вариация на эти темы. Ну да, да, да. И уж, конечно, положа руку на сердце, это вовсе не был какой-то... Тем более, сколько у него, так сказать, научно проверенный перевод. Да, таких много и в Индии продается. И я не знаю, насколько этот человек давал направо и налево, или просто это хранил. Ну да. Но хранить тоже... Ну, я не знаю, как закон. Но в любом случае я понимал, что надо человеку помочь. Поэтому я разобрал, что это такой жанр, специфичный жанр, который в рамках других культур, где он играл большую, ну, определенную роль, он отнюдь не считался порнографией. И ошибочно применять к нему какие-то вот вещи такие. Вот. Другое дело, что это надо выяснить там текстологически, но это не является порнографическим текстом. То есть я главным образом обосновывал, что тут нет статьи преступления. Да, да, да. Понимаете? Вот так вот. Это сработало? Кажется, да. Я всех деталей... Он вам не писал потом благодарности письма? Нет, нет. Я его лично вообще не знал. Я его лично не знал. Но, как вы знаете, лучше всего, когда правая рука не знает, что делает левая рука. Во всяком случае, кто-то, то ли заведующий отделом, подписал это. И это пошло туда. Что я и считал своим долгом сделать. Да, да, да. Вот так вот. Вот Мартиз спрашивает еще, каков самый глупый миф о Камасутре? Ну, может быть, вот вы уже рассказали сейчас эту историю. Во-первых, это уже наполовину шутка. Ну, да. Что, как какая-то знакомая выросла, Алла говорит, ну, это было заведомо судно. А я думал, что это вообще сборник иллюстраций. А там, оказывается, еще текст. А там еще и буквы есть. И даже какие-то даже наставления местами, и даже какие-то более даже... Где-то даже отвлеченные рассуждения, что, мол, совмещайте разумным образом там Дхарму, Артху, Каму. Вот, кстати, это... Что, кстати, действительно достаточно разумно. Вот. Есть даже... Да. Так что, во-первых, нас и людей имеют в виду именно вот такие вот всякие издания. Конечно. Да. Популярные. Тем более, что их очень много было в 90-е годы. Знаете, когда хвынуло все на рынок. Я даже стал в какой-то мере жертвой, но я такие вещи не отслежу. Ну, да. Это бессмысленно. Да. Был какой-то явный случай пиратского издания. Потом что-то извинили, что-то сделали и потом переиздали. Это, кстати, этот... Эксмо. Эксмо. Да, да. Понятно. Они очень крупные. Они, кстати, издали. Они что-то извинились, чем-то там постарались компенсировать, но потом они продолжали издавать. Да, конечно. Да. Но как издавать? Нет. Издавать, значит, в сходном оформлении что-то там было перефразировано и на обороте титул, вообще-то перевод с английского какого-то бочонкого. Понятно, бочонкого. Который почти наверняка что-то использовал, мой привод. Но охоты отслеживать эти вещи, вот эти... У меня абсолютно никакой нет. Да, просто жизнь короткая. Ну, пусть делает, пусть кто издательство в меру, так сказать, своей пристойности, так сказать, пиратства своего, этим занимается, понимаете. Этим занимается. Мне, собственно, пусть делают, что хотят. Есть издания более популярные, где есть ссылки на мой перевод. Такое очень красочное издание. Есть такая серия книг большого формата с таким очень затейливым орнаментом по краям, страницы, я не помню сейчас фамилии этих издателей. Там какой-то более вольный перевод. Но буквально на каждый раз ссылка на мой полный перевод. Ну, хотя бы. Каждый действует в рамках своей порядочности. Ну, это уже, так сказать, в общем-то не мое дело. Да, да. Это не мое дело. Скажите, пожалуйста, если брать мировоззрение индуистское и буддистское все-таки какое вам ближе? Где вы находите больше параллелей в вашей собственной жизни, в вашем опыте? В буддизме мне, конечно, ближе веданто. Адвайта веданто. Нет, не дуалистическое веданто. Конечно, ближе. В буддизме, конечно, мне ближе южный буддизм. Тираван. Конечно. Но я должен сказать, что не там, не там. И вообще, я, видимо, у меня несколько как бы, не знаю, как, то ли атрофировано, совершенно естественная и массовая потребность в ритуале. Потому что безотносительно к моему отношению, к той или иной религии, которая сама по себе в моих глазах обладает, в общем-то, неприходящим смыслом и очень важными функциями. И совершенно в этом смысле не важно, кто в какой религии родился. Важно, чтобы она для него как-то работала. Да, работала. Можно так выразиться условно говоря. Да, да, да. Приносила какие-то результаты. Но элемент ритуала, опять же, безотносительно. То есть, там, скажем, мне более симпатичен буддизм, чем, скажем, допустим, ислам. Или какие-то элементы там. Другие. Но безотносительно к этому потребности в ритуале у меня нет. Хотя я прекрасно понимаю, что у массы людей это есть и с этим, с полным уважением отношусь. Но вот мне это, видимо, не дает ничего. Неважно, какой это ритуал. Скажем, в индуизме человек меньше, все-таки, в мире допускается к ритуалу. В буддизм гораздо более открыт, но чем отчасти объясняется его судьба. Да, конечно. Человек сторонний, вы имеете в виду? Ну, в этой среде особого, так сказать, потребности внутренней, как-то участвовать в людском, у меня не было. Не возникало. Как я, так сказать, высоко его не царю, как он мне не импонирует, не было. У меня, видимо, эта потребность, она как-то, видимо, она замещается какими-то другими началами. Очевидно так. Но, повторяю, когда кто-то это делает, это, естественно, со стороны это увидеть какой-то набор лишенных смысла каких-то действий. Для меня это может быть и действительно лишено, но это абсолютно ничего не значит. И что для кого-то это может иметь смысл и цель. что у него это есть. Слава Богу. Но у меня действительно вот такой потребности нет. Поэтому я не могу себя считать как говорится. Действительно, в этом смысле так. Но ощущение того, что все это говорит об одном и том же, у меня есть. Об одном и том же. Когда вы путешествовали по Индии, какие вам запомнились, может быть, особенно ярко храмы и места? Ну, у меня сильное впечатление произвело Декхака в Бенаресе, где сжигали трубы. Маникардника. Я стоял, да. Я стоял около этого, значит, старший, один из старших членов семьи, мужчина, конечно, он все это палкой поворачивал эти кости, которые уже тлели. Потом уже что-то, он их уже разбивал дальше. Где-то уже был пепел, где-то еще что-то под огнем-то, как бы, так сказать, двигалось. рядом, немножко ближе, раздавался женский плач, но их туда не допускали женщин, они вовсю плакали где-то. Я никогда не слышала женского плача. Это было сильное впечатление. А потом это закончилось, и этот, наверное, все даже одежды, которые было окутано тело, все это был пепел. И он стал этой лопаткой сгребать в ганг, в самый ганг. То есть, так сказать, оптимальное, то есть, понятно, что как далеко не всем доступен в Индии, так сказать, оптимальное решение, что Петерица элементов, да, да, Панча, Панча, Панча Трамгата, умер, да, Панча Трамгата, ушел в Пять, ушел в Петерицу. Ушло назад к этим элементам, так сказать, а его Атман вошел в Высший Атман. Это, видимо, была богатая семья, потому что не все могут себе позволить сжечь труп полностью, ведь они выбрасывают в гангу трупы недосожженные даже. Иногда, да. Да, да. Это можно наблюдать, просто гуляя по гватам. Иногда даже страшно становится, как они там и купаются, и чуть не воду пьют, и стирают, и купаются. И говорят, что никаких массовых заражений нет. Это я тоже слыхал. Это тоже, кстати, я помню, я какую-то лодочку нанял, и рано, ну, кажется, солнце уже расходило вот по гангу, вроде, мимо этих мест. Так сказать, какой это был год, Александр Иванович? Это было, это было начало 80-х лет. Вот. Это, да, уже довольно давно, да. Ну, вообще, там было очень, да, очень тяжелое было, но это скорее негативное, от массы. Дело в том, что я один был, как и вообще большинство всех моих. Если ты один... Вы любите один путешествовать? Конечно. Тут, конечно, возможны ситуации, когда это очень плохо, но, опять же, меня хранила судьба от этих ситуаций, а плюсов несчетное количество. Несчет. Или это надо бы, действительно, с очень близким человеком, в ряде отношений. Или ты уже скованный, или это в группе, это вообще что-то страшное. Ну, опять же, я понимаю, что для многих... Бывают группы единомышленников иногда. Вы знаете, чем для меня значимый место, о чем бы ни словить, будь это храм, или будь это там Уфицы в Флоренции, неважно. Тем более, мне не сносно быть в окружении других почти-то объяснения с отмеренным временем. Это абсолютно не сносно. Ну да, это... Абсолютно не сносно. Тут я соглашусь, конечно. Ну, вы, надеюсь, это понимаете. Да, да, да. Вот. Так что я это самое... Я в любом смысле изучаю это, кстати. Да, и вот это. Но когда-то... Да, у тебя гораздо больше контактов с местным населением. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы замечательные где-то в самых разных странах. Когда, где английский не так уже распространен особенно. К тебе вдруг подходит юноша или девушка и говорят, что вот я, мол, студент изучаю английский. Может, я вам могу помочь? Это было в самых разных странах. Это было там... В Турции было, в Южной Корее это было. И вы пользовались руссками. Ну да, но в любом случае возникает очень тёплый разговор. В любом случае. Потому что это не то, что ты кого-то спрашиваешь. Таких тоже было много случаев. Я кого-то прошу мне что-то показать. А в результате тебя часами водят по какому-то месту, по каким-то местам, причём не ради вознаграждения. Понимаете? Ну да, да. От которого они даже отказываются, в конце концов. В Индии совершенно невозможно. В Индии было не так. Никак. В Индии совершенно... Даже когда они не заслуживают никакого вознаграждения, я хотел к этому... Его будут просить. Нет. Везде и все. В Индии это было так. Я, допустим, в каком-то храме. Около меня оказывается человек, который, ну, во-первых, я еле понимаю его в английсе, он что-то бормочет. Я ему говорю, спасибо большое, сэр, я вот за ваше, так сказать, за то, что вы говорите, но я это знаю, мне гид не нужен. Я ему это говорю в прямом виде. Это абсолютно как горох об стенку. Он за тобой ходит, и он, значит, что-то бормочет, и потом, естественно, бакшиш, значит, ему нужен. Конечно, конечно. Вот так. Так что это, да. Кроме того, были и такие, ну, это уже немножко другое, и действительно, это за тобой в руку вязываются нищие. Они буквально живут на улице чуть не с каких-то луж бьют. Да, они так и живут. Вот прошло время, но ничего не поменялось. Правильно, ну, это естественно. И появились явные признаки прогресса технического и материального. Да, но те же трущобы и те же нищие, замечательный фильм есть «Индия-призрак» французского режиссера, я сейчас не помню. Очень хорошая операторская работа. Про этого сорока. И вот это 60-е годы. Та Индия, которую он показывает тогда, я вижу, я вижу ее теперь. «Индия-призракция» прошло 50 с лишним лет. Она не изменилась в сути своей. Вы знаете, но то, что вы говорите, меня абсолютно не удивляет. «Индия-призракция» население только выросло за это время. «Индия-призракция» 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 уже не говоря о том, что сама, сам вот характер этого технического прогресса. Ну, тут я понимаю, что тут у меня может быть, так сказать, своя точка зрения и свое, так сказать, положение, но, по-моему, меньше всего содействует изменению каких-то человечеств, там, и свойствий, и вот недостатков, и... Возможно, даже способствует в каком-то плане. Вот совершенно, да, вот тут вот я все целый, да, вы... Потому что, что ли, расслабиться человек может больше. Потому что человек, с другой стороны, он, у него есть иллюзия. Вот у меня в кармане вся национальная библиотека. Я от этого не стал ни умней, в сущности, ни более... Ни добрее, ни благороднее. Ну да, вы правы. Несчастливее, наконец. Несчастливее. Ну, вот видите, я могу молчать, а вы... А теперь же вы говорите. Читать, прошу. Читать, прошу. Теперь вы. Нет, у меня еще дальше, Марцеса. Вопрос от Марцеса. Почему 77-го года в Израиле? Вот такой вопрос. Ой, ну я даже не помню. Да я не знаю, почему. Потому что это мой путь. Это может звучить не для всех разумительно. Нет, очень интересно как раз. Нет, это очень частый вопрос, да. Но для меня это такой вопрос. Он немножко иначе формулируется. Вот, допустим, вот вам, вам вот не жалко, что вы так поступили, вы не раскаиваете. Нет, нет. Иногда так спрашивают. Это абсолютно все равно, что меня будут спрашивать. Вам не жалко, что вам уже не это 20 лет, и что уже то-то, то-то и то. Понимаете, я считаю, что, как и во всем прочем, что имеется определенный путь для каждого из нас. Что в меру наших, так сказать, какая-то степень, условно говоря, прозрения, ясновидения, и ограничений в том числе. Это заведомо указано, условно говоря, каждому задан порог. В большей части случаев он одинаков. Скажем, допустим, порогом для нас с вами является поверхность этой вот такты. Значит, мы не можем увидеть, что там внизу. Но для каких-то людей порог ниже гораздо. Они видят другое, вплоть до каких-то деталей. Это уже задано или нет. Ну, тут я, скорее, так сказать, относительно объективен. От того, что мы тут, я не вполне с Беркли, хотя я его люблю очень, да, от того, что я не вижу, это не значит, что он не существует для меня. Хотя для меня, реально, он и для большинства людей практически в жизни этого нет. Но кому-то дано это видеть. Вот в меру уме... Я вообще особенно этим не могу похвастаться, но ощущение, что приближается вот этот перелом, когда моя жизнь изменится, у меня было уже за несколько... Поэтому я просто шел к какому-то сроку, да. И то, что я делал формально, разумеется, это не было ситуацией, когда ты идешь в кассу, покупаешь билеты, куда-то уезжаешь. Разумеется, требовалось ряд... Это я делал даже с каким-то автоматизмом. Хотя я делал... Это были беспрецедентные шаги в моей жизни. Вы уезжали один? Один уезжал, да. Может, какие-то факторы упростили, но я ощущал, что вот приходит время, когда это так. Без каких-то особых гарантий, хотя были основания предложить, что я смогу преподавать в Иерусалимском университете. На каком языке вы преподавали? Я преподавал на иврите. На иврите. Понимаете, тут было так. Считается, что студент университета обязан знать английский. Просто обязан. Но я рассудил так. Если бы я приехал гостящим преподавателем, скажем, из Англии, из Америки, я бы так и читал бы на английском. Но я приехал, так сказать, как бы с какими-то основаниями, что я буду зачислен в штат. И тогда я подумал, что английский отнюдь не мой родной язык. Но я его, конечно, знаю относительно, наверное, лучше и сейчас. Я решил, все-таки лучше, чем я буду в качестве такового говорить на плохом английском, лучше я буду на плохом иврите говорить. Я рассудил так. И это, в общем, и, наверное, это было правильное решение. Другое дело, что техника подготовки лекций была такая. Вы преподавали санскрит? Или не только санскрит? я привел целый ряд курсов. У меня был связанный там с видантой, с буддизмом раним, с видантой, с йогой, кстати, мы читали. Интерес. Йога-сутру Патанджили, мы читали. Но только йога вот как философский трактат. Да, понятно. Никаких хатхи, ничего этого нет. Да, да, да. Какой вот интерес, интересно, присутствует к санскриту? Насколько он есть в Израиле тогда и в Израиле сейчас? Ну, есть любители, есть те, есть, так сказать, когда человек, есть человек этим, во-первых, ряд студентов, там были, кстати, и ребята, и девушки, вот. Обычно человек, когда он отслужит срок в армию, отправляется в Индию, ему предоставляется несколько месяцев достаточно обеспеченного существования. и если он увлекается Индией, он туда просто едет, там, и даже, может быть, больше видит, чем я увидел. Очень много молодежи израильской, служившей в армии, совершенно верно. Теперь, допустим, ему что-то хочется узнать в этой области. И он записывается, есть в обычном университете как бы два таких маршрута, как бы направления. Один более практический и общий, там, скажем, психология, там, социальные знания, там, лингвистика, там, социальные науки, вот так вот. История. И есть более специальные курсы. Вот я, как бы у меня были курсы более специальные, без надобности преподавать какие-то общие вести курсы для всех студентов. Вот. И это было очень для меня хорошо. Опять же, очень удачно было, потому что группы были небольшие, что было больше десяти, уже было далеко не всегда. Вот. Кроме того, это были ребята, которые этим интересовались, потому что практически найти работу по Древней Индии в Израиле, ну, это уж, это уж абсолютно невозможно. Ну, для вас это стало возможностью? Нет, нет. Я уже приехал, уже что-то там знали, уже были какие-то коллеги в других областях, востоковеды были. Я имел основания, могло быть, по-всякому. И тогда было легче, чем позже, но вообще с этим. Но, так сказать, я приехал с какими-то, так сказать, ну, более-менее реальными как-то возможностями быть зачисленным в штат. Понимаете? Но вообще-то для молодого человека, который выбирает специальность, таких возможностей, и это, так сказать, ничтожливо. Ну, да, это скорее исключение, конечно. Ну, допустим, он идёт блестяще, он получает какой-то грант, едет куда-нибудь там в университет в Англии, в Германии, там, в Штаты. И это вот более реально. Найти это место, скажем, вот в Израиле очень трудно. Поэтому, если уж человек ходит туда, а, как правило, ещё надо платить за обучение, он действительно этим интересуется. Да, конечно. А это уже создаёт гораздо более приятную обстановку на лекции. Это люди не, так сказать, подневольно что-то посещают. Их уже создаётся своеобразная такая камерная обстановка. И это очень приятно. Очень приятно. Вы до сих пор преподаете? Нет, нет, я имею право, но как-то мне это сейчас... Нет, я вышел на пенсию уже порядком, да, и у меня нет особой потребности как-то. Я не знаю. Человек имеет право, выйдя на пенсию, ну, во-первых, в Штат его уже нигде не могут взять, кем бы он ни был. Когда я поступал на работу, меня умрали, был этот предел 68 лет. Пока я работаю, я в общей сложности проработал примерно 20 лет. С конца 70-х до конца 90-х. Вот. Теперь, значит, так. За это время поступил другой указ. Кстати, не в сторону повышения, а в сторону уменьшения пенсионного возраста. И в университете стало можно приводить до 65 лет. Но закон не имел обратной силы. Поэтому я вышел, то есть я не мог, хотя и здоровье ухудшилось с этого времени, я вышел на пенсию в 68 лет. Вот. И, значит, да, а там, где ты получаешь пенсию, там ты не можешь получать какой-либо оклад. То есть можно там преподавать, пожалуйста, так говорится, на общественных начала. Да, 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 да. Ну, это у меня, так сказать, практически, видимо, такой особой потребности не было. Все это время я действительно очень много ездил, потому что каникулы там очень большие. Там, значит, ведь осенью там череда праздников осенних, если вы слухали. Поэтому учебный год в школах-то начинается в сентябре, но потом перерыв. А в университетах уже начинается во второй половине октября. А кончается учебный год во второй половине июня. Следом, почти четыре месяца летних каникул. Плюс месяц между семестрами, январь-февраль, и плюс недели две-три, когда Пасха. Если все сложить-то вообще так уже чуть не почти полгода. Кроме того, есть еще собатикал. Ну, вы знаете, что это. Причем можно пользоваться полусобатикал. Когда у меня был один полный собатикал, это было в середине 80-х. Причем помимо собатикал предоставляется летний отпуск, естественно. Поэтому один полный собатикал выражался в том, что я уехал в конце июня одного года, а вернулся в октябре следующего года. Куда вы поехали? Я был буквально где угодно. Но не где угодно, я был почти во всей, ну, за все эти, почти во всей Европе, почти во всех немусульманских странах Азии. Из мусульманских я был только в Египте, в Иордании, в Турции, в Индонезии. В других. Мне только жаль, я мог еще успеть побывать в Иране, но вместо этого я первым делом поехал в Грецию, в свою детскую любовь. А в это время уже там, там уже Айатала стал у власти. Я еще мог успеть первые, в конце 70-х, и там уже был абсолютно закрыт туда. Вот так. Значит, почти целый, ряд стран Африки, хотя не так много. Знаете, почти все страны Америки, кроме разве что нескольких стран Центральных, ну, почти все страны, в Латинской Америке, естественно, в Северной Америке, ряда островов Тихого океана. В Канаде тоже? В Канаде был тоже. В Канаде я был на очередном конгрессе мира всемирном по истории религий. Я его совместил с первой, это было году 80-х, я его совместил. А где он был? Он был в штате Манитоба, в Южной Канаде, примерно против Чикаго, если врать. Я и в Чикаго был, и ряд городов Америки тогда, был в Мексике, был в ряде стран индейских культур, майя, ацтет и все эти. В Мехико, в Перу был, в Гватемале там изумительно интересно. Вы не были знакомы с Канаде на розовом? Нет, лично, я знаю, его работа немножко, нет, лично так мы не встали. Вы знаете эту историю о том, как памятник поставили ему в Мексике? Ему же стоит памятник в Мексике, как национальному герою. Наверное, да-да-да. Но только не у нас. У нас нет даже дощечки. Ну, это так. У нас осталось только уголок, место в общем кабинете, где он когда-то сидел. Там вот Маргарита Федоровна Альбедель работает. Была ее ученицей. видите ли, ну, что сказать. Да. Вот. Так что, да, вот в этих странах индейских культур я был, да, то есть, да, и несколько раз у меня был полусоббатикал, тоже возможно. Что такое полусоббатикал? Ты работаешь три года, соббатикал, это как бы седьмой год, субботний год. Ты работаешь три года и имеешь право на один семестр отдыха, что это практически и я несколько раз это практически знаю следующее. Ты во второй половине июня уезжаешь, а возвращаешься примерно к февралю следующего года, после конца первого семестра. То есть, тоже месяцев семь-восемь. То есть, мне кажется, это не во всех университетах такие условия. Это зависит от конкретного университета. Насколько мне известно, в европейских университетах его нет. Он есть в американском. В американском, да. Я поэтому и знаю. И по их образцу так устроено в Израиле. В Канаде, в канадских, в американском. есть система каких-то отчислений, видимо, от оклада преподавательского, которые потом выдаются, но с тем, чтобы обязательно, значит, преподаватель уехал за границу. Если он почему-либо остаётся это время в стране, то они прекращаются. А так просто ему выдаются специальные средства. Естественно, там право на какой-то там обмен и получение каких-то средств, чтобы он там просто мог жить. Некоторые, но я этого не делал. В это время заключают договор с работой или с курсами где-то в других университетах, но этого я не делал. Я просто разъезжал повсюду. Были какие-то научные встречи, какие-то мероприятия научные, и просто, и поскольку очень строгого контроля над, так сказать, эндологическим характером в моей поиске не было, я был отнюдь не только в том, что, ну, естественно, я объездил там страны, буддизма Юго-Восточной Азии, но были и какие-то вещи, которые просто мне были очень интересны. Ну, вот, та же культура, скажем, индейская культура. Какие-то культуры стран Океании. Страшно интересно. Я был на островах Фиджи, Самуа, Тонга, вот, на Гавайях был, был в Новой Зеландии, в Австралии был. То есть, вот эти все страны. Книгу вот о ваших путешествиях вы не собираетесь написать? не собираюсь. У меня тут тоже своеобразно. Я могу что-то вспомнить, там, поделиться при, ситуации. Нет, у меня нет. Потому что те, хотя, какие-то вещи в этом жанре общеизвестны, но я не считаю, что это столь. Хотя, какие-то вещи запомнились, но вообще у меня другой подход к самому принципу запечатлевания вообще, чего бы то ни было. я вообще... Какой же? Прямого... Я не считаю, что это так уж все нуждается в запечатлевании, все это настолько, так сказать, суетно и хрупко, что это вообще нет смысла. В то, что это... есть случаи, когда это становится популярным и даже поучительным. Но я вообще, говоря, в поучительность не очень верю. В целом не очень верю. Бывают случаи очень талантливых, как писали. Бывают случаи профессионально интересных. Ну, скажем, прекрасно, есть общеизвестные образцы, скажем, но это люди, естественно, не чуждые искусства, которые, скажем, замечательно, они не просто там посещают Италию, прекрасно пишут об итальянском искусстве. Тот же там Муратова образа Италии. Сейчас, кстати, очень интересно пишет Ипполитов. Очень интересно. Вы, наверное, слыхали. Аркадий, смотрите, он, по-моему, даже петербуржец. Он очень интересно пишет. Об Италии. У него есть книга что-то не только Венеции, что-то книга о Ломбардии, особенно Рим, вот такие, уже минимум три книги. Еще у него есть очень интересные, скажем, по Пиранезе и, так сказать, культурой, и, так сказать, архитектура тюрем по вот гравюрам Пиранезе. Очень интересный, живой и в каком-то смысле до предела, может, даже через тюр как-то вот погруженный в какие-то актуальные переживания. Но очень здорово пишет. Аркадий Ипполита. Большое спасибо. Вы можете узнать в крупных книжных магазинах. Посмотрите. Это очень, это именно Венеция, там, это вот, это, значит, Венеция, допустим, Ломбардия с Миланом. Вот книга по Риму вышла. То есть это не просто путеводитель, это нечто большее. Это не путеводитель, но это, ну вот, скажем, есть книги, допустим, Решкина еще позапрошлый век в Англии. Есть у Ипполита Тена книги по Италии. Интересно, здесь Ипполитов, а там Ипполит. Это Ипполитен, да. А здесь действительно Ипполитов, а здесь Ипполитен. Совершенно верно. Есть, кстати, очень любопытные у этого, это уже в рамках художества, у Стендаля прогулки по Риму. Это обычно даже входит в собрание его сочинений. тоже, хотя он специально не, ну, так сказать, вот, то есть есть масса интереснейших книг. Кто ваши любимые писатели и поэты? Ну, давайте начнем, начнем с русских, например. Ну, любимые поэты, ну, я не знаю, я очень, кстати, ну, есть какие-то имена, так сказать, само собой, разумеющиеся, там, Пустин, Тютчин, да, я очень люблю Боротвинского, например. Очень люблю Боротвинского, вот. В 20 веке, ну, не знаю, есть, ну, есть много хороших поэтов. К Блоку я, наверное, сравнительно, может быть, ну, отношусь, не к, может быть, как самому-самому, может быть, вот так вот. Из поэтов более поздних, ну, вот, цвета его я чуть-чуть переоценил, пожалуй. А как вы поняли, что вы переоценили, в какой момент? А я вам скажу, я ее начинал с незнакомства, когда вообще ее издания почти не были доступны, это был в основном сам издат. Это было очень сильное впечатление, а потом я как-то переоценили, вы понимаете, в чем дело? Вы вот с чем-то знакомитесь, ну, я говорю банальные вещи, и ничто не дано, ничто, вот это идеально, может, это очень высокое, не должно торчать, понимаете? Когда что-то скажем, ну, я не знаю, там, допустим, вот, Бетховен, вы не обращайте внимания, как, какова его инструментовка? Это уже другое дело. Ну, вы слышите Берлиозы, и эта инструментовка торчит, понимаете? Хотя это замечательный композитор. А у Бетховена не торчит. Для меня не торчит. Для меня не торчит. Моцарта не торчит. Не торчит. А у кого-то торчит. Причем, это же не обязательно смотрит. У Вагнера не торчит, точно. У Вагнера, да, в его, опять же, в его эти, да, пожалуй, что не торчит, да. У кого-то явно торчит. Понимаете, когда что-либо торчит, это не обязательно это. И вдруг у Цветаевна. Это есть прием. Прием вещь, я бы даже сказал гораздо, то есть, как важнее, чем что в искусстве. Важнее именно как, потому что что это одно и то же. Это набор ситуаций повторяющихся. Набор темы, конечно. Именно как делает произведение эстетическим фактом. Именно это. Но, но, это как, должно быть как можно менее заметно. Вот это высшее мастерство. И что же? Когда изумитель. И вот на с этой точечной... Было какое-то стихотворение, в котором вдруг начало вылезать. мако есть чудесный стихотворение. как вы в Цветаево разочаровались. Не то, что разочаровались, а как снизилась планка. да, 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 мы просто сменили быстро. Вот я вам скажу, когда ты читаешь поэта, обычно чаще все-таки про себя читаешь, так ты, тебя чарует сама как-то вот это, это вот течение. Оно в какой-то мере меня перестроит, потому что я, все, что я, вот так, я начинаю задыхаться. У нее задыхающийся ритм. Ну, конечно. И даже не то, что эти сплошные анжамбоманы, вот эти, когда переход на строку, она, она, она уже выкрикивает, понимаете? И это очень чувствуется. И это, может, может, она это делает по-своему, замечу, потому что она, ну, наверное, она гениальна. Наверное, не может не выкрикивать. Правильно, но я же говорю о себе. Для меня, когда я вижу эти выкрики, ну, это не то. Есть то же самое, если я вижу что-то в живописи, я могу как-то действительно вполне как бы раствориться в благолепии, понимаете, в живописи там, какие-то любимые мои, там, скажем, Боттичелли, например. Да. Вот. Какие-то вещи, скажем, Нестерова. Я помню, хотя в живописи я как-то стали у меня складываться вкусы немножко позднее, но я помню детские впечатления совершенно диаметрально противоположные, совершенно изумительные, вот, видение отрока в Арфаломее, Нестеру, абсолютная благость, и на другом полюсе, я даже понимаю, почему там кто-то с ножом на неё бросился, Иван Грозный убивает своего сына. Да, 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 да. Когда были времена культа Ивана Грозного, ну, вы их помнить не можете, естественно. Если только из прошлых жизней. Так было другое название для картины. Вы знаете, Иван Грозный оказывает первую медицинскую помощь своему сыну. Прекрасно. Нет, ещё были более современные были варианты, опять двойка. Ну, опять, опять двойка, правильно, да. Опять двойка по поведению, да. Вот, так что, понимаете, в этом, и это относится решительно ко всем жанрам. Поэтому, скажем, ну, опять же, вот в поэзии тоже, есть поэты, может, невеликие, но очень хорошие, очень хорошие, ну, чудесные, замечательные, скажем, у Тарковского есть вещи, очень хорошие есть вещи у Давида Самойлова, очень хорошие вещи. Чудесный, кстати, поэт. Мандельштам. Что? Мандельштам. Мандельштам очень, да. Мандельштам. Не всё, может быть, но в лучших вещах замечательные. Ну, пожалуй, что больше и процентов. Конечно, да. Очень, кстати, хороший поэт, например, вот, Левитанский, очень хороший поэт, очень хороший. То есть, есть целый ряд, есть, есть какие-то случаи, где происходит вот то, что сейчас говорят когнитивным диссонансом. Модно называть. Да, да. Это вот какие-то вещи Багрицкого. Какие-то вещи сделаны просто изумительно, скажем, его перевод эти, Брынгельский хрош, что-то, что-то, тень вот эта, одно из баллад. И есть что-то страшное совершенно. Вот как-то это, ну, вот так вот. Есть какие-то, по-своему, очень сильные строки у Маяковского, но на фоне, в общем, так сказать, скорее вызывающего отталкивания. Да, согласен. Так что это вот, это вот, композиторы могут быть и современные, но вот опять же очень важно это, это ощущение. И тут в целом, конечно, у меня скорее симпатии более классические и, так сказать, скорее консервации, ну, скорее, если так брать, вот, современные опыты. Очень из литературы. Очень я люблю, это была из моих любимых вещей еще в детстве, Давид Копперфилд Диккенса из тех, что я так и в Польнике читал. Очень люблю французов, пожалуй, больше всего. Кого? Мэри Мэя очень люблю, очень люблю Анатолия Франца, который сейчас, к сожалению, очень редко переиздается. Да, как-то странно забыто. Какие-то вещи эволюционировали. Вот я вам скажу, авторы почему-то исчезли из виду. меня сильно захватывали два писателя, которые я потом уже от него не мог вынести. Это Юго и вот Ромен Ролан. Это совершенно восторженность дико необузданная и совершенно не так свойственная лучшим французам. Абсолютное отсутствие чувства меры и вкуса. Абсолютное отсутствие. Меры и вкуса. Это как какой-то испорченный водопровод. Понимаете, что-то дикое вот там у Юго. Я что-то пытался перечитать, то, что я в детстве сюда, скажем, собор парижской бухгалтерии. Это абсолютно невозможно читать. Но это вот эволюция, понимаете? А вот Францию я люблю с детства и до сих пор перечитываю. Я не смогла так читать сто лет одиночества, например. Я это читал, совершенно не смогла. На меня это не произвела. Нет, вообще, что касается модных вещей, так это вообще абсолютно безотносительно к вкусам. Это заведомо. Я вообще, кстати, я уже давно лучше десятый раз перечитаю то, что я заведомо люблю, чем в первый раз что-то другое. Есть ведь замечательная мысль, может, вы ее слыхали, что то, чего не стоит перечитывать, не стоит читать и в первый раз. Не стоит и вовсе читать. А люди только этим и занимаются. Да, ну как понять. А каких-то вещей не знает никто. Вот это дико. Я вот говорю, допустим, они вот говорят, что вот Франция, они даже не слыхали этого имени. Ну да. Понимаете? Ну вот для этого и нужны вот такие беседы, Александр Яковлевич. Вот такие ваши приезды. Виктория, я к этому очень скептически отношусь. Нет. Это все, вот это так, ну, бывают случаи, когда что-то кому-то откроет. Кто-то кому-то что-то... Хотя бы одному человеку это уже хорошо. А это, то, что Тютчев называл благодатью, это называется сочувствие. И это от нас тоже... Ну, нет, мы можем явиться как бы инструментом этой передачи, но это именно не сходит как благодать. Или ты что-то кому-то откроешь, или он просто этого... Он не увидит этого твоими глазами. Потому что это, если хотите... Пускай он увидит своими. Пускай он увидит своими. Что я имею в виду? На любых контактах лежит заведомая, так сказать, ограниченность его несовершенность. Несовершенность. Любое сообщение, любое, уже не говоря о том, о чем мы сейчас говорим. Причем в рамках одного и того же языка даже. Да, разумеется. Не говорим об иностранных языках. Знаете, есть такая игра детская, испорченный телефон. Конечно, да. Человеческий контакт это есть испорченный телефон. Да, согласна. Потому что на точке, любая информация на точке приема неадекватна, есть же на точке выхода. Но иначе и даже быть не может. Я вам сказал, что мы оперируем неважно словом там влияние, там что-то. У меня оно в другой, так сказать, в семантической вот сетке моего языка, оно занимает другую позицию, чем ваша. Да. Хотя, слава Богу, мы говорим на одном языке с достаточным взаимопониманием. Ну, даже в этом. Это может быть ближайший человек. А уж когда это случайный, встречный. А то и человек вообще с другим родным языком, тогда и говорит даже нечего. Но это, если хотите, участь человеческих контактов. Вавилон. Вавилон, да. Отсюда и бессмыслись вообще любых споров каких-то. Вы не спорите обычно. Стараюсь, нет. Просто, нет. Тут всё гораздо проще. Если мне этот человек чем-то не безразличен, то мне это, конечно, где-то вот жаль, что так. А так, ну, ради бога. Ну, пускай он так, пускай это он, то, что он чего-то не видит, это бессмысленно. Понимаете, там, у нас за окном какое-то, допустим, здание стоит, где там десятки окон. Тут светит солнце, значит. Естественно, оно отражается в окнах. Мы с вами даже, я бы говорю, вот видите, солнце в этом. Нет, солнце отражается в другом окне. И мы начнем спорить, это же будет такая же ровно бессмыслица. Потому что для вас вот ваша точка, вот моя точка. Заведомо абсолютно абсурдно по этому поводу спорить. А все остальное и есть то же самое. Я просто привел относительно наглядный, так сказать, физический пример. Вы знаете, я слушала запись беседы с, был Олег Ерченков, и еще были две дамы, Ольга и Мария, кажется, с вами общались. Ольга и Мария и Олег Ерченков с вами общались. Ой, так это были здесь. Да, 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 да. Так вот, я хочу сказать, что я слушала, я слушала. А, ну мы общались. Да. Нет, мне просто очень эпизод, знаете, какой-то нравился. Они хотя нарушили мое пожелание. Я писал, что не надо записывать. Нет, так это же мне давалось. Я же готовилась к нашей встрече, мне это давали для дела. Нет, нет, Виктория, нет. Я их попросил. А, вы просили. И записывать наш разговор. Ну, они с нами, да, да, конечно, конечно, не будет. Ну, бог с ними. Странно. Ведь уже даже текст есть, который, я так понимаю, что вам должны дать на просмотр. С ними. Они были недели три назад у меня. Да, да. Нет, нет, нет. Об этом нет. Ну, как бы там ни было, просто замечательные... Иначе бы я не узнала вот о чем. Я бы не узнала замечательную вашу встречу с обезьяной. Помните? А с обезьяной, да. Да, дело в том, что у меня был похожий эпизод только с собакой. Это было в городе Пуна, где я училась. Да. И вот это была встреча на улице с облезлой, шелудивой, несчастной. И вы ощущали тоже благостное. Мы смотрели друг к другу в глаза несколько секунд. И в этот момент было полное понимание, что я и собака, и этот взгляд, который смотрит друг на дно и то же, это длилось доли секунды. Но собака так же ощущала или нет? Вот. Вот в чем беда. Вряд ли, да? А собака, видимо, где-то гадала. Вряд ли. Вот это вот огромное существо. Собачка была меньше. Даст мне печенку или не даст мне угощение? Да, да, что это она мне в голову. Сейчас, может быть, она решила сейчас на меня кинуться это вот существо. Так знаете, о чем я подумала, когда ваш рассказ слушала вот об этом эпизоде? О том, что, возможно, если допустить существование неких высших сил в форме богов и так далее, возможно, точно так же они чувствуют, тоже они испытывают по отношению к людям. Вот такая мне пришла... Видите ли, я, когда говорю, если употреблять вот понятие вот этого начала, то я больше всего страшусь, хотя какой-либо долей антропоморфизма. Потому что он всё убивает, понимаете? Он убивает, и он... Весь народный индуизм на этом строится. Да-да, нет. Да не только индуизм. Ну, конечно, да. Любая религия. Возьми даже шедевры столь плодотворные, там, какой-нибудь там греческой, допустим, мифологии. Ещё... Сами греки писали, что всё-таки про них сочинили Гомерзьесиодом про богов, будто воруют они, совершают и блуж, и обманы, ну и так далее. Нет, это... Но это вообще уже другое, понимаете? Причём это, ну, опять же, это субъективно, но это всё, допустим, при чтении самых разных канонических текстов. Этот элемент, он очень силён. Он, кстати, очень силён в Библии, начиная с книги, так сказать, бытия. Очень силён. Потому что как можно раскаяться в том, что ты делал? А ведь ни разу это употребляется. Ну, вот, созданы люди, значит, пара, потом созданы, чтобы плохо ему быть одному, годам, значит, создают ему Еву. Ева, кстати, как инструмент в каком-то смысле его падения. А за день до Адама, если вы понимаете, создаётся змей. Создаются все предпосылки к падению Адама. После этого, уже не говоря о том, что он их наказывает совершенно несоразмерно, и более того, не самих их, а уже жена будет впредь только в мухах рожать. Это, ну... Но ещё более, так сказать, и Господь раскаялся. Да, вот это со мной. Я специально смотрел, как вы раскаялся, и даже пару раз это. И это уж такой антропоморфизм, ну, ничем не лучше, если хотите, там, древнегреческого. Как может выше... Ну, это вот... Вот у меня это в голове не укладывается. Не укладывается, я согласна с вами. Вот видите? Так что это вот... И вот всё, что... Да, но масса людей это надо. Это верно. Это верно. Ну, это просто... Ну, что ничего не сделаешь. Ничего не... С этим ничего не сделаешь. То, что простой человек способен... Или тебе будет вот сочувствие в тючевском смысле, как благодать, или, ну, вот так вот. Ну, пусть они там молятся о том, чтобы, не знаю, даже молятся о том, чтобы твоё оружие, так сказать, победило оружие врага. Хотя уже дальше некуда, в общем-то. Уже дальше некуда. Вот. А, так сказать, пример, когда царь раскаялся, это только вот Ашока, буддистский только. Я сейчас не могу другого вспомнить. Может, это и были случаи покаяния, но они были довольно насильственные, скажем, в византийской истории, вероятно, были. Багиратха? Багиратха? Ну, это, скорее, не совсем раскаяние, это мольба. Нет, то, что человек, нет, то, что, нет, ну, какие-то душевные движения, они были и у Ивана Грозного. Слава Богу, он синодики составлял и сам понимал, что он столько перебил, что имена же их ты, один весь и Господи. Чрезвычайно образованный был человек. То есть, все, кого он перебил и запытал. Вот же в чём дело. Так что, в этом, ну, это нет, ну, просто, чтобы царь как-то, ну, у нас нет, чтобы он так вот раскаялся в самой своей характере, своей деятельности, мне сейчас не приходит в голову другой пример. И это всё-таки буддизм создал, понимаете? Вот же что. Вот. Так что здесь это самое, да, а так, разумеется, так сказать, можно освещать пушку, так сказать, чтобы она была, ну, ну, куда только это не может завести, понимаете? Ну, вот, но это вот природа человека, она есть и будет такая. В чём цель человеческой жизни? Ну, цель, наверное, я понимаю, что это банальный вопрос, но всё же. Та, которая может быть нами сформулирована, как, ну, опять же, это как-то, это то, чтобы нам было дано, чтобы нам был дан, вот, в достаточность, чтобы действовало данное нам средство упорядочения упорядочения нас самих. Конечно, это важно не все. Другое дело, что эти пути разные, и кто-то успокоится, вдоволь посеяв, так сказать, мучений и страданий в мире, вот, но выше этого как-то трудно что-то, да, ввести в мир самим собой, поскольку, в общем-то, источник, конечно, в нас, в том, как мы устроены, точнее, в том, что нам задано. И, конечно, в той мере, в которой нам дарован вот это, такая вот, опять же, ну, то, что представлено в истории, ну, более эффективного, такого упорядоченного средства, нежели религия, не создано. Понимаете? Не создано. И тут абсолютно не имеет никакого значения, что кто-то доказал, что мир создан не там, не пять тысяч лет назад, а пять миллиардов лет. Никакого это не имеет значения. Важно, чтобы эта модель работала. Только это важно. Если она работает, и слава Богу, и не надо, так сказать, разрушать эту вот ограду у этого человека, потому что он только тебя возненавидит за это. Если ты, он себе выстроил крепость, а ты кирпичик, выбивающий из-под основания этой стены. Ну, какая будет реакция? Ну, однозначно. А чего-то он в упор всё равно не увидит в упор. Уже потому, что вот его точка, вот, так сказать, моя точка. И всё. Потому это и благодать, сочувствие. Тут уже точнее не скажем. Опять же, буддийское понятие о сострадании особо развитое в буддизме, не в индуизме. Это и есть некоторое, если хотите, развитие золотого правила, не делать другому то, что не хочешь для себя, а делать то, что ты бы хотел. Это и есть, если хотите, переформулировка золотого правила. А золотое правило, это действительно, типологически, действительно, совершенно универсальная вещь. Она есть и у древних индейцев где-то, и она есть где-то у африканского фольклоре, и она есть в Библии, и она есть где-то у Аристотеля. Действительно, она есть в Махабхарате, она есть у Еврипидов в греческой драме. Действительно, универсальная, причем совершенно очевидно, что здесь даже дело не в заимствованиях каких-то, потому что могли там заимствовать африканское племя у, допустим, Еврипида. Вряд ли. Это просто чистая типология, и это действительно то, к чему пришли в разных местах вот такие. Еще интересно сама этимология сострадания. Страда как работа, как труд некий, как некое совместное усилие, в отличие от жалости, я хочу сказать. это есть даже не помощи настоящей. Это есть то, что оно не всегда точно, есть слово эмпатия. Есть слово эмпатия. В вживление как бы в страдании, в переживании другого. когда ты себя чувствуешь. Собереживание. Но это момент, но это момент, который не раз к нему Достоевский возвращается, кстати. Но это много примеров там, да. Опять же, как можно быть счастливым, если ради блага человечества не стоит слезы. слезинки. Но человек, к сожалению, знает диаметрально противоположные варианты. Море слез, и так сказать, при... Вот. Так что это, к сожалению, это так, да. Но вот это уже как дано. Как дано. Может быть, пару слов, Александр Яковлевич, как вы ощущаете Россию? Ведь вы очень давно уехали отсюда. Ну, я понимаю, вы с ней не расстаетесь. Вы приезжаете часто. И как вы чувствуете ее движение внутреннее? Видите ли, так сказать, то, чем она для меня всегда являлась, она и остается. Так сказать, участие в моей внутренней жизни, в мой родной язык русский. И то, чем для меня являлась и является русской литературой. Я уехал уже в достаточно, так сказать, продвинутом возрасте. Когда я уехал, мне было сколько мне было, 46 лет. 46 лет. Почти 47. Вполне зрелые. Уже люди вполне зрелые. Есть очень хорошая старинная латинская поговорка, которая «Мы меняем небо, но не душу». Есть такое изречение старинное латинское. Так что, да, ощущение такой своей по многому неповторимой судьбы. Опять же, отношение скорее вот такое во многом фаталистичное, что все это, так сказать, предначертано. Все это со всеми деталями, со всеми перипетиями, со всеми периодами, со всеми флюктуациями. Это все, так сказать, предначертано. То есть, все, что человеку остается, это, по сути дела, лишь относиться к этой предначертаности. Можно относиться с каким-то трагизмом, а можно спокойно. Есть чудесная формулировка, опять же, в рамках библейских, да будет воля твоя, где под твоя имеется в виду то же самое высшее начало. Это условное обращение на ты, опять же, к тому же Брахману, если хотите. И это в какой-то мере это и главный момент как бы покорности этому. Опять же, что-то я эти самые мне стали что-то все эти приходить в голову по голове. Опять же, есть известное латинское, опять же, очень известное, что желающего судьба ведет, а нежелающего тащит. Есть такое очень хорошее изречение. То есть лучше быть ведомым? Так и нельзя быть ведущим. Нет, я имею в виду чем тем, кого тащат, я хотела сказать. Лучше, когда тебя кто-то ведет и ты так скажешь. Ну вот опять же, вы это, наверное, знаете. Есть же вот в Бхакте были течения. Да, да, да. Обезьянки и кошки. чудесно, тогда мне не надо это объяснять. Да, так вот, кошачья, она очень хорошая. Зачем тебе метаться? А котенок знает, что мать его, если надо, что он уже как бы включен в этот промысел, представленный матерью. Да, да, да. Обезьяны тоже к ней жмется, но при этом мечется и страдает. В этом смысле он, конечно, хуже организован, нежели котенок. Наверное, очевидно, так надо полагать. Вот, да, вот это самое, да. И, конечно, кошачья практика, конечно, гораздо достойнее. Но я надеюсь и на ваш, наверное. Да, да, конечно. Вот еще такой вопрос, поскольку вы давно очень живете в Израиле, вот есть ли явные параллели в иудейских и индуистских взглядах на устройство мира и цель человеческой жизни, ее смысл. Какие-то, я помню, из моих студентов находили какие-то параллели, но я ими специально не занимался. Другое дело, что по этому поводу, ну, это обычно довольно самонадеянно и часто вы сказали, значит, это было чье-то влияние на кого-то. Я думаю, что это типологическое общество. Я вообще склонен, когда нет буквально конкретно документального свидетельства, в конце концов, типологическое и сходство, все мы люди с таким же более или менее, так сказать, с теми же пятью чувствами, с теми же элементами там иррационального, с теми же комплексами, то есть достаточно сходными. Но аналогии есть в частности с Кабалой, но это не раз студенты во время лекций обращали мое внимание, да, и мы даже что-то по этому рассуждали. Очень часто считается, ну, как же, это значит, и уже там, кто в зависимости от его позиции, или там, или там, может быть, хотя хронологически тут трудно что-то сказать, потому что древнейшие библейские тексты, это, они могут быть современны, когда еще до того, как начали вообще, как складывались брахманы, например, и даже могут быть современные раннего Панишада, могут быть. Но все эти, вот эти параллели, одна из самых фантастичных и нелепых, это что Христос провел сколько-то лет в Индии. О, да, да, это абсолютно чудно. Она и безграмотная, кстати. Один ученый, кашмирский пандит, мне рассказывал в Ширинагаре вот об этой гробнице знаменитой, которая считается гробницей Иисуса, но на самом деле там лежит тело суфийского святого. Так вот, брали пробу тела, и тело это было не позднее, не раньше 17 века. Ну, правильно. Не раньше 17 века. То есть точно так же, как анализ. И все равно продолжают люди приезжать в этот район, и искать эту гробницу. Им это важнее. Правильно. Им это важно. Значит, по их биографии, значит, видимо, христианцы сыграли такую роль, что им это легче совместить ценой заведомого недомыслия, чем где-то начать что-то перестраивать. Легче, совершенно верно. перестраивать свою голову очень мало кто вообще способен. Кто способен. Значит, проще закрыть на что-то глаза, чем люди постоянно и занимаются. И взять готовые шаблоны продолжать повторять его. 2000 лет назад, Господи, люди, то, что происходило с их отцами и дедами, сплошь и рядом, закрывают глаза и не хотят этого. Господи, о чем речь? Да и с ними самими, Господи. Нет. А здесь что-то было 2000 лет назад, было или не было. Документальных все равно нет текстов кем-то заверенных, что вот да. Вот имеется там, скажем, да, вот паспорт спасителя, где такая-то печать, значит, властей там, не знаю, там, Аллахабада или еще чего-то. Да, такой вот приехал и здесь, так сказать, чушь какая-то. На этой гробнице висит вывеска, на которой на Урду и на английском написано, что здесь покоится тело святого Юза Сафа. Правильно. То есть, некий суфийский святой, почитаемый. Люди упор не видят. Но при чем тут Иисус Христос? Есть же несколько версий, где могила Богоматери. Ну, конечно, да, и где могила Иисуса тоже несколько. кстати, я там был на этом месте. Есть вариант, что вообще они вот эти три Марии эмигрировали из Палестины, приехали в Южную Францию. Три Марии. И там есть, там есть на южном берегу Франции эглизды Твои Марии Сюрли Мэр. Значит, три Марии как бы морские на море. Три морские. Церковь, да, как будто Мария то ли с Магдалины, еще с одного. Троица, только женская. Женская Троица, Мария. Маха Шакти, Маха Лакшми, Маха Кали, Маха Сарасов. И кто-то верит, и кто-то верит. А кто-то верит, там есть традиции изображения Богоматери черной, черным цветом. Да, 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 да. Она, кстати, в разных видах. Да, 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 да. Черная Мадонна, да. Что тоже, да, черная. У цыган, по-моему, как раз она. Не только. Вы были в Испании? Нет, не была в Испании, только на Майорке. Там это самое, Моссера, там очень интересный монастырь, не так далеко от Барселоны, кстати. Да, да, в разных местах. В Южной Франции есть, и, по-моему, есть черная Богоматери в российской иконографии, по-моему, есть тоже, да. В российской неговарии не встречал. Понимаете, но это не важно. Даже, допустим, что был бы документ. Все равно это абсолютно не важно, потому что наше сознание заведомо мифологизировано. Заведомо мифологизировано. И все фантазии, они, так сказать, приходятся ко двору. Все вот социальные учения нового времени. Это некий инструмент защиты? Мы находим виблию. Это защитная реакция своего рода? Это такое вот мифотворчество из типа принять желаемое за действительное. Из разряда сна? Нет, из разряда сна, по сути дела. Нет, ну... Как вы говорите, что сон – это компенсация страданиям житейским, точно так же мифотворчество и мифологическое сознание. Это да. Сказки такого же рода сон. Мечта. Ну, правильно. Но эта мечта становится символом веры. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Ну, насколько... Не уверен, потому что это ведет с таким последствием, что после золотого сна такое будет. Нет, нет, это, к сожалению... Это кто сказал? Я забыл автор. Это Беранже. Это Беранже, конечно. Ну, Беранже, хотя я помню. Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Ну, это такое... Нет, вы легко... Знаете, очень забавно получилось. Я писала диплом свой здесь, в университете ЛГУ, по роману 1984 год Джорджа Орвелла. Ну, конечно. Только вот только это было разрешено. Вы писали... Я писала диплом на эту тему, и мне его с отличием отмечали те же преподаватели, которые только что ИСТМАТ вели, ИДИАМАТ. Ну, это естественно. За блестящую критику тоталитарного режима. Особо отметить. Особо отметить. Вы представляете? Как большую вашу заслу. А два года до этого 10 лет тюрьмы давали за то, что человек дома имел этот роман. Ну, понятно. Вот так это было. На глазах, знаете. Это понятно, да. И забавно, что уже другая моя магистерская работа уже в Канаде была на тему легенды о Шамбале. То есть утопия, антиутопия, утопия. Понятно, да. Вот два таких полюса получились. Ну, да. Но в том-то и все дело, что человечество способно воспринять в сущности утопию в качестве такого действительно символа веры. Другое дело, что Донга это, в общем-то, эрзац религии. И может обладать, как, наверное, вы и знаете, всеми даже какими-то существенными признаками религии. Законоучителем с каким-то с трансформацией образа спасителей. Конечно. Кстати, этот анализ и делался у Бердяева. Это есть в отношении Маркса. В отношении Маркса большевизма, как религии. Абсолютно точно так оно и было. Потом элементы этого есть в истории философии у Бартлана Рассела. Вы знаете, конечно, да. Вот. Совершенно верно. Эта схема, эта модель вот спасения. Да, да. Она во многом, кстати, всеобщего счастья. Она во многом коренится у библейских пророков. Вот лев будет пасти с негненком, мечи перекуют на орала. Да, да, да. Человечество это решительно не способно. Решительно. Оно договорится не перековать, потом кто-то начинает тихо себе перековать, потом опять давайте перекуем. Человечество в том-то и все дело. Оно не способ... При всех вот этих хваленой прогрессии техническом, оно не способно организовать, так сказать, как-то общежитие между себе подобными. Принципиально не способно, поголовно не способно. Где-то какие-то всплески. То есть оно... Есть, кстати, очень интересное такое эссе у Кестлера. Вы это имя знаете, конечно. Эта эссе, кстати, переводилась... Артур Кестлер. Артур Кестлер. Совершенно верно. Darkness at noon. Мрак... Тьма в полдень. Да, тьма в полдень. Вы это знаете, конечно. Так вот, у него есть такая эссе. Оно, кстати, переводилось в одном журнале еще в годах, в 80-х, 90-х. Переводилось. И оно такое, значит, вроде в форме вопроса «Человек- тире ошибка эволюции». И там по ряду признаков такая мысль, которую проверить, видимо, сложно. Но знаете, как есть такая итальянская поговорка, если это и неверно, то хорошо придумано. Есть такая поговорка. И он считает, что в ходе генетического развития человека произошел какой-то сбой. И в результате чего, значит, образовался вот наш вид, к которому хомо сапиенс, так называемый, который заведомо не способен к каким-то вещам, к убийству себе подобных, причем не только к какому-то там как бы физиологическому, связанному с какими-то влечениями, с борьбой за олениху, среди оленей, волчицу, среди волков, а просто вот какое-то непонятно для чего массовое убийство, причем убийство изощренное, пыточное, к себе подобное. Абсолютная невозможность урегулировать как-то миры рациональные и рациональные в одном человеке. Абсолютная неспособность организовать общежитие со своим соседом. То есть ряд, которые человек просто при всем, казалось бы, прогрессии не может осуществить. Но об этом писали, что в науках, скажем, какие-то детали исследованы с немыслимыми подробностями. А какие-то вопросы, как задавал тысячи лет назад человек, так и сегодня задает себе. Но вот у Кеслера такая мысль, что, видимо, это уже как бы генетический порог, порог человеческого рода. То есть он связан с, ну, какой-то, условно говоря, генетический сбой произошел. И возник какой-то вид вот такой, который люди сами назвали себя мудрыми, хомо-сапиенс, ведь вот. И который, в конечном счете, обрекает их на самоуничтожение. Ну, то есть это тупиковая, это тупиковая ситуация. Правильно, тупиковая. Хорошо. А как же тогда великие йогины и подвижники, вышедшие, спрыгнувшие с этой карусели? Может быть, какой-то выход за это, но это мне трудно сказать, поскольку мне лично опыта вот такого, у меня лично нет опыта. Но вы допускаете его? Что? Допускаете? Я его допускаю, что в каких-то случаях, ну, вот, опять же, вот, как и то, что мы уже говорили, образ порога, когда что-то вот нет. Но наша жизнь заодно, мы не можем эту вот такту удалить и увидеть, скажем, плинтус вот этой стены. Принципиально не можем. Но, может, для кого-то его нет. Но, может, в эту комнату войти человек, обладающий гораздо большим потенциалом энергетическим, который... даст на секунду нам некий, назовем его условно, Антоний Сурожский, понятно, что я не имею в виду его метафоричный, который может дать нам такую возможность. Я могу это допустить, потому что есть факты, когда люди действительно ясновидят, иногда это людей озаряет на время, иногда это происходит в отношении ближайших родных. Это происходит, действительно. Я это допускаю. В моей жизни это... Ну, были какие-то, я уже говорю, примеры, когда вроде я чувствую, что близится срок чего-то и где я не ошибся, но, конечно, мне это... Я не могу сказать, чтобы я был этим наделен. Вещи и сны, наконец. Снов у меня были очень запоминающиеся, называть их вещами трудно, был только один сон из тех, вообще-то сильнее всего, так сказать, сохранились сны именно детства, несколько... но это сны скорее страха и ужаса. Хотя, создавшиеся, но это сейчас не надо на них останавливаться, которые, если проанализировать, из каких-то моментов, которые я мог видеть в Яве, которые... Где вы были во время войны? Во время войны я был сначала в Москве, потом у нас мамина родная сестра с мужем, они давно жили в Ташкенте. Когда начали бомбёжки в Москве, значит, отец отправил меня и маму, и сестру, отправил туда, к тётке, вот. Мы там два года жили, а потом вернулись. То есть, ещё война не закончилась, вы вернулись? Ну, уже было... Перелом уже ощущался, уже начались салюты. То есть, это уже 43-й год, наверное, уже. Это было в 43-м мы уже вернулись. Отец тоже на какое-то время со своим институтом выезжал, потом он вернулся раньше нас, выезжал не в Ташкент, в другой месте. Он какое-то время он был в Ташкенте, по-другому сначала, в общем, там, куда перевели институт его. Потом он вернулся раньше нас. он сравнился. Вот. То есть, он был со своим институтом около года, потом он вернулся, кажется, уже в 42-м, по-моему, если не ошибаюсь. И... А мы, значит, уже вернулись в 43-м. Вот. И... И там, значит, и... Но уже был, так сказать, перелом войны, хотя еще война продолжалась, и где-то еще была не вся территория российская освобождена в это время. Но уже был очевиден, был уже перелом, и что, конечно, в перспективе уже у Германии шансов нет. Но это было... Кому-то это было очевидно с самого начала, потому что это... потому что это было при всех специфических свойствах действительно чистое безумие, чистое безумие начинать войну. одно из самых колоссальных безумий века. Но это... Действительно, это было абсолютно, так сказать, безнадежно, потому что Германия действительно не могла всего этого выдержать. Это было уже чисто... Другое дело, что, возможно, все равно она, заварив эту кашу, все равно уже не могла всех последствий избежать. И это другое. Но тут, понимаете, но тут опять же, так сказать, проигрывать мысленно другую инсценировку, другой вариант нет никакого смысла, потому что... Потому что, на мой взгляд... Слагательного наклонения не существует. Не существует, потому что то, что произошло, не могло не произойти. Я бы так и так... Да, разумеется. А когда мы мысленно создаем другие варианты, прокручиваем, это именно основа той иллюзии, которая связана с идеей свободы. Это абсолютная иллюзия. Абсолютная. Идея свободы абсолютная иллюзия. На мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Потому что мы, так сказать, мы судим... Мы просто... Нам дано перебирать разные сценарии. Эта способность у нас есть. Но, во-первых, нам заведомо невозможно подобно там какой-нибудь киноленте открутить на такой-то момент и дальше начать другое. Когда мы смотрим какую-то вот эту, допустим, ленту кино, она уже существует. Нам задано постепенно следовать по ходу этой ленты. Это открутить мы можем, но фильм от этого не поменяется. Но кому-то задано увидеть целиком ленту. Концовка будет той же, и начало будет тем же. Воннегута, Бойня номер 5? Ну, помните там эти трансформадорцы? Помните, да. Вот. Так что, понимаете, тут просто, так сказать, это вот такая иллюзия, потому что по каким-то причинам человеку эта иллюзия нужна. Ну, она нужна по, скажем, в большинстве религий как раз так или иначе делают упор на эту свободу. Потому что если мы ее отвинем, так тогда человек встретится, допустим, богословый, встретится с достаточно сложными проблемами. Во-первых, тогда теряет, в каком-то смысле теряет смысл сверхэлементарного мщения и самосохранения вся система юриспруденции рухнет. Вы понимаете? Ну, многие системы рухнут. Есть сейчас очень интересные опыты, о них писали, которые, так сказать, мне было, как раз, очень интересно узнать, потому что как-то они вполне... Были всякие опыты, как это в основном в Америке, нейробиологи, что-то вот такие вещи. Они изучают импульсы, происходящие в человеческом мозгу, подключаются к каким-то центрам датчиков, и прежде чем следует, когда что-то доходит до поверхности сознания, человек, так сказать, нажимает кнопку. Но от датчика соответствующего сигнал приходит раньше. Следовательно, когда нам кажется, что мы, не знаю, мы решили там убить, украсть, что угодно сделать, что-то сказать, или за мгновение, или за более внятные секунды, минуты, это уже этот импульс произошел. С этой точки зрения вообще преднамеренного убийства нет, потому что уже сигнал в нас сработал. А причин, факторов, их вообще масса, и мы, как же я говорил, знаем лишь ничтожную их долю. И это, на мой взгляд, это просто абсолютный, перед всех этих теорий свободы выбора, это именно в чем-то полезная нам иллюзия, хотя в чем-то и очень вредная. По-моему, даже это иллюзия, которая наоборот, наоборот, так сказать, ведет к лишним страданиям. То есть, пример таков, что, допустим, я соглашаюсь с тем, что что-то от меня зависело, от людей, не обязательно от меня, люди вольны, что от меня. Я эту преамбулу принимаю, после этого я гляжу вокруг, что творится везде, всюду, всегда. И тогда действительно можно прийти в отчаянник. Но если я пойму, что это всегда было, ну, как помните в бойне номер пять, когда говорит, что вы знаете, что ваша вселенная погибнет от того, что где-то летчик нажмет кнопку. Да, да, да. И ему говорит человек, что так вы же знаете, да ты ничего не понял, этот летчик всегда нажимал кнопку. Если мы поймем, что это всегда уже было, тогда действительно нам легче. А иначе действительно есть у чего отчаяться. Вот мы, мы в какое-то время не важно, мы там какой-то герой, кто-то мог что-то сделать. И он то ли по собственной глупости. У меня был опыт отношений, знала одну женщину, я ее знал через общих знакомых, которая была в диком отчаянии, что она там уехала из России. Но в какой-то момент сыграли роль чисто, у нее было все, и работа, и друзья, и успех, и талант большой, и все, и культура ей близкая в Москве. Но она уехала, потому что вот сын и внук уехали. И родовой инстинкт победил все. Оказалось, что она не так уж нужна внуку, и не так уж она близка там с невесткой, даже наоборот. А работы нет, а люди кругом. А вернутся. Что? Уже вернутся. Она даже, но она стала болеть сильно, она стала сильно болеть уже годы, хотя ее очень ценили на работе, и были, что вообще было исключительно, ее даже готовы были взять, чтобы и опять взять на работу. Что уж совсем редкость. Она была в диком отчаянии. Причем она рассуждала вот так, по-обычному. Я, мол, дура, сломала себе жизнь. Вот я помню, как я говорил, не только чтобы ее удивить, но просто чтобы выразить свою точку зрения, что может судьба ваша действительно трагична, но вы никак не сломали себе жизнь. А ваша судьба оказалась такой вот в данном случае. Но хотя бы не говорите, что вы вот себе сами сломали жизнь. Ну да, от этого еще грустнее. Уже чуть-чуть легче будет. Понимаете? Почему она не могла вернуться назад? Ну, я не знаю, она уже, так сказать, уже впала в отчаяние. Несколько лет она может отстала от этой работы. Может еще, но она, видимо, она рядом, все-таки сын, с которым она была, который сам был врач, ей помогал. Уже здоровье было не то, силы не те. Ну да. Вот, так что, но то, что она была в абсолютном отчаянии, причем вот с этим вот лейтмотивом сама себе вот сломала. И вот эти цели, я понимал, что это очень печальный вариант судьбы, но что человек сам себе ломает, это у меня не укладывается в голове. А какое ваше понимание буддийского понятия нирваны, Александр Яковлевич? Как вы понимаете, что такое нирвана? Потому что очень много разных по этому поводу мнений. Если хотите, это опять же, в рамках, это предельное до, так сказать, до предела, до, так сказать, ощущение внутренней упорядочности, дошедшее до такого предела, когда действительно значимые противопоставления как бы снимаются. Задуваются. Да. Когда именно в этом смысле безветрия можно так. Конечно, не банно, да. Вот. Да. Так сказать, можно и так понять, да. Максимальные данные, которые, опять же, сплошь и рядом, есть же, так сказать, опять же, как и в целом ряде направлений, тут понятия в чем-то ограниченной, что чем-то какие-то, на каких-то ступенях совершенства, какие-то противопоставления остаются значимыми все-таки. Но в данном случае, хотя здесь могут быть, опять же, разные подходы, ведь очень интересно, скажем, Индия, например, скажем, допустим, хотя вот, скажем, европейская аскеза, она и, значит, само, так сказать, самоограничение, в этом смысле это еще далеко, потому что остается само противоположность соблазну и, так сказать, отсутствию соблазна. Эта позиция, скажем, в западной традиции вот этого пути остается ведь. Это частично реализуется, частично, в институте юродивого, вот что я хотел показать при этом она. Я вспомнила, что-то отец Сергий Толстого, когда вы говорили. Да, 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 вот-вот-вот, по отцу Сергию, да, по отцу, когда уже, когда в сущности падение, ну, не согрешишь, не раскаешься, то есть там вот по этой классификации какие-то, как бы, условно-пограничные ситуации. Полное совершенство, оно, кстати, в индийском варианте, оно по-своему более последовательно. Есть очень интересная легенда, это, наверное, выбор, встречалось, что царь Шикхитхваджа, может быть, вы слыхали это имя? в одном из источников. Это был царь благочестивый, который, значит, он царствовал, его осенила благодать, и он, подобно Будде, ушел, ушел в лес. Это был вариант отправившегося в лес. Это из буддийского канона? Да нет, по-моему, это текст не буддийский, а индуистский, по-моему, если не ошибаюсь. Я сейчас точно, ну, неважно, да. Что тут самое интересное? Он, значит, ушел, потому, известно, что были варианты, когда можно было уйти, так сказать, с женой, но чаще, видимо, жену оставляли на попечении старшего сына. Это ванна-прастха остается. Да, да, да. Ванна-прастха. Ванна-прастха, да. Ванна-прастха. Так вот, правильно. Значит, жену он оставил, жена дико тосковала по нему и пришла к нему в лес. Казалось бы, так сказать, ясно со своими желаниями. Ясно. Он к этому времени успел достичь такой ступени совершенства, где вот начинается специфика. Ему уже было все равно, уступен он ласкам жены или не уступен. и настроенный таким образом, он, собственно, не совершал греха уже. Для него он уже превзошел эту вот оппозицию, страсть без страсти. Он даже, он, так сказать, зачем ему было мучить жену, он шел навстречу жене, но он уже не совершал этим греха. Вот таких примеров христианства мне неизвестно. Такое есть метафора замечательная как раз на эту тему у великого философа и учителя кашмирского шиваизма Абхинова Гупты о том, что ум йогина подобен сухой тыкве, которая даже погружаемая в воды чувственных наслаждений и страстей остается сухой. Правильно. Это как раз. То есть человек достиг, когда для него просто противопоставление релевантное на более низком уровне, теряет свою, так сказать, релевантность. Ему это уже обязательно. И поэтому он его не может запятнать даже вот эта ситуация. А в христианской теологии она способна действительно запятнать и повернуть в ад просто того, кто, так сказать, пусть в любом состоянии поддается этому соблазну греху. Так ведь уже рождаемся в грехе и грешном и в этом же среде. в том, что заданности пути, которая ему не открыта. Ведь есть очень интересные строки в Дхамападе, тоже буддийской традиции, что я называю Архата, Архатом отблаженным, пути которого не знают ни Гангхарвы, ни Боги. Это очень интересный момент. Этот путь просто неизвестен. Его не знают заранее. Но вот он уже, так сказать, видимо, и очевидно по генетическим в частности факторам, как, собственно, и происходит там с Лалай-Ламами, с Пальчин-Ламами. Хочется прямо сейчас перечитывать Тхамападу срочно. Я думаю, что первое, что я сделаю, как только вот то самое издание серенькое с синими буквами. Да-да, того называют, того называют. Там есть несколько строчек с анафорой одинаковые. Да, так что, вот видите, это вот действительно вот это, то есть, это какой-то, ой, как это говорил один знакомый физик-теоретик, белый шум, белый шум, который, да, это в каком-то смысле действительно сверх всех возможных оппозиций. Но это, это ощущение, ну. Но вот видите, не все же так все-таки печально. У нас же есть вот примеры таких архатов, у нас есть примеры перешедших вброд, так сказать, тиртханкеров. Тиртханкеров. В общем, джайнизм, так сказать. Да, тоже замечательно, интереснейшая, древнейшая религия, джайнизм. Потрясающий. Вообще образ перехода вообще тоже универсальный. Да, 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 конечно. Есть даже какая-то картина у Рериха, у Николая Рериха, да, вот такой переход вот через поток и там сидит отчетник уже по ту сторону. я даже, мне кажется, она даже в Тривандрумском висит в Тируванан-Антхапурме в музее, там ведь 20 работ его. Я был в Московском музее. довольно много в Индии. Я был, кажется, в Рижском, видел Рижское собрание. В Нью-Йорке, наверное. Я был в Нью-Йорке. Он большой. В Нью-Йорке я по своему музею в Эриха. Я по своему музею в Нью-Йорке. Да, 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 я была с ним знакома, потому что я собирала материал. Немножко людей из родственников, сестра Юрия Николаевича, еще кто-то, да. Ну, поскольку его уже не было. А со Святославом Николаевичем вы были знакомы? Со Святославом Николаевичем? Нет, нет. Ведь они же приезжали в Россию, еще в Советский Союз. Ну, выставка мне... Да, нет, я его, конечно, не знал. Ну, так ничего. Он был совсем другой тип. Другой, да. Абсолютно другой. Абсолютно другой. Да, меня всегда больше всего интересовал Юрий Николаевич в этой семье, вы знаете. Он был гораздо глубже, да. Нет, но с ним я общался. И он единственный смог вернуться, заметьте. Он не побоялся вернуться. Ну, это, видите, нет. Это поразительно. Это был его путь. Я не думаю, что это была отвага. Не думаю. Ну, все-таки нужна была отвага после того, Скажем, вернулся Куприн, но он уже умирал. Куприн просто хотел умереть на родине. Он уже вернулся уже безнадежно больным и уже достаточно, так сказать, уже как-то... И уже, естественно, голова у него уже не вполне... И все там. За него кто-то что-то говорил и писал. Нет. Бывают разные случаи. Бывают случаи такого одушевления, когда люди возвращались и судьба их известна. Нет. Это Прокофьев, например, вернул. Но у него был ряд каких-то расчетов. Отчасти самолюбие. Я не очень знал. Я немножко знал его сына Прокофьевского. Он был искусствоведом, и даже так получилось, что я когда-то у него оппонировал его кандидатскую. Он работал в Минституте истории и теории изобразительных искусств. Ну вот понимаете, но Прокофьев, кто-то мне сказал, но это из людей, может быть, более знающих, я просто... Это уже как-то уже внутримузыкальные страсти, что оставаться на Западе, когда там царит Стравинский, так сказать, он не мог. Понимаете? Ну да, 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 это что-то очень... Моцарт-Сальери. Моцарт-Сальери история. Может, он, так сказать, при всей своей действительно безумной одаренности, в чем-то, может, и гениальности даже, не знаю, он... Ну вот он был так вот подвержен сансаре в таком размере. Ну это известно, да. Хотя, конечно, был человек крайне одаренный, крайне одаренный, конечно. И какие-то вещи у него замечательные. Ну вот так вот, понимаете? Ну вот это уже... То есть были разные случаи. Разные случаи были. И тут вполне могло найти какое-то затмение. Опять же, человек не мог провидеть то, что с ним будет. Может быть. При том, что он, так сказать, конечно, был гораздо глубже. Но вы же говорите, что все-таки все предопределено. Да, конечно. И тут затмение не затмение, это не денешься никуда. То, что это происходит, это еще не значит, что, так сказать, заинтересованным личностям это ясно. Разумеется. Кому-то ясно. Но это ничего не меняет. В этом смысле, вот вам пример. Человеку, у которого этот порог был очень язык, вы на нем слыхали, но вряд ли его могли застать, был такой Вольф Мессинг. Да, конечно. Ну, конечно, не застал. Я даже как-то так сложил, что я даже когда-то в каком-то опыте участвовал с ним. О нем даже сняли фильм, знаете. Да, я знаю. Он выступал в Доме ученых. Вы участвовали в опыте? Да. В Москве? В Москве. Так, очень интересно. Это было очень даже запросто. Он давал концерты, ну, это сеансы в Доме ученых. Да, да, да. Ну, значит, отец был членом Дома ученых. Он туда, значит, повел семью в Дом ученых. Когда, значит, это начиналось, объявили, кто-то вырослал. Ну, значит, конечно, нам это страшно интересно, но надо, чтобы тут есть специалисты в разных областях, в том числе и естественно-научных, и надо, чтобы было жюри, которые как-то будут в курсе всех этих областей. Ну, и кто-то назвал имя отца, значит, отец сидел в жюри, и когда они придумывали название, отец, так сказать, по знакомству включил меня в этот опыт. Опыт был, видимо, для Мессинга абсолютно пустяков. Сколько вам было лет? Мне было, ну, лет что-нибудь, 13-14. Мессинга, может, нет, по-моему, еще 15-15. Ну, неважно, значит. Это для вас была сущая чепуха. Кто-то должен был что-то задумать, потом, так сказать, не говоря этого никому, так сказать, этого чуть не даже кто-то, немного не узнал, но, значит, он должен был взять в каком-то ряду у кого-то бинокль, затем сделать так, что какой-то мальчик в таком-то ряду, то есть я сел на этот бинокль, а потом какое-то третье лицо, которое где-то со стороны присутствовало, к ней должен был подойти Мессинга, дальше решать то, что нужно. И вот Мессин, взяв ее за руку, не то, что он чуть куда-то, он ее буквально бегом, потащив за собой, направился именно вот к моему сиденью. Я там сидел, по-моему, с мамой сидел, вот, и стал быстро так. Он напоминал такую гончего пса, пса, который выслеживает добычу, вот так вот. Он просто держал ее за палец и за собой тащил. Контакт был только этот. И сразу встал жестами, чтобы я сразу встал, я встал, бинокль был подо мной, крест-то было откидной, бинокль упал, но это у него была, видимо, такая чепуха, что даже... Так вот, нет, но я к чему это вспомнил? Как трагично обладать этой способностью. Вот смотрите. Ну, то есть способности были явные. Способности такого, пусть ограниченного, но определенного, ясновидного, условно говоря, пониженного порога того, что должно совершиться. Что совершится на, если говорить об отведенном мне маршруте, впереди, но то, что уже есть, и то, что уже может быть ему видно. Он никогда не рассказывал, как он это видел, он ощущал это? У него была потребность, он очень хотел, чтобы его исследовали с научной точки зрения, он очень переживал, что он на уровне такого артиста-фокусника как-то, это известно, да. То есть так и не исследовали? Ну, что-то... Мы не знаем, может быть. Нет, этим вообще власти интересовались, даже, говорят, на каких-то задания пытались использовать. Да, как будто бы, да. И какие-то у него были предвидения, которые вообще там кого-то спасали. Да, да, да. Он что-то был с сыном Сталина, Там что-то было с сыном Сталина, там какой-то полет, где погибла футбольная команда. Хоккейная. Или футбольная, да. Или хоккейная, не помню, ну, неважно, с которой хотел лететь сын Сталина. Совершенно верно. Да, да. И он сказал, что ни в коем случае не надо лететь этим с сыном. Да, да, да. Да, но команда погибла. Команда погибла, да. Теперь, ну, он заявил, ну, вот, я всех, ну, вот, это, видимо, известно, да. Но что я имею в виду? Он, значит, не знаю, указано ли это в книге о нем, ну, мне это вот говорили люди, которые, видимо, об этом слыхали. Он, значит, женился уже уже не вполне даже в молодых годах, уже, значит, уже будучи в России, естественно, вот. Говорят, что какой-то элемент своего вот искусства он даже передал жене. Видимо, это был по каким-то показателям счастливый брак. Но жена заболела раком. И он знал дату, когда она умрёт. Вот это страшно. Да, потрясающе. Вот это страшно. То есть, если это было бы в порядке вещей, наверное, люди бы к этому приноровились, потому что в ряде культур такой проблемы, как на Западе, с этим нет. Это восточная культура. Да и в частности, в мексиканской культуре этого нет. Там гораздо более естественные и здоровые отношения к уходу из мира. Ну, да. Но он это, с одной стороны, знал. И это уже трагедия для нашего, так сказать, мероприятия. Но он же ничего не мог сделать. Он знал, что это, значит, его жена уже скончалась в этот день. Возможно, это была компенсация вот этого дара, который он передал ей. Возможно, ее болезнь была компенсацией этого дара ясновидения. не знаю. Вот что-то такое. Почему-то первое, что приходит в голову. были заранее решены. Может быть. Потому что, если брать, если последно рассуждать, так любая земная ситуация, будь это там знаменитый герой или будь это там совершенно рядовой, каких миллионы, да, она, так сказать, все это существует уже. Но того, что уже существует, это он, так сказать, абсолютно не был властен и, так сказать, изменить сам это, сам ее уход. Причем именно в эту дату. Это уже не его была сфера. Ему только это было открыто. Что кто-то может изменить, не знаю. Я думаю, что, наверное, мера воздействия, в каких случаях есть, там, телепатическая, заведомо предусмотрена и, так сказать, даровано. И встреча с человеком, который может изменить ход вещей. Думаю, что да. Здесь остается, на мой взгляд, быть просто последовательным. Понимаете, опять же, то так, то сяк. У меня это с представлением о высшем начале не сочетается. Что вот когда так, а когда так. Когда высшее существовало такое, а когда такое. Когда оно бросило кости, как будет, а когда оно знает. Понимаете, вот на этом уровне я не могу постичь. Нет. Оно может быть и таким, и таким. Может быть, что угодно. Но я подчеркиваю, что как в моей голове, если говорить о высшем, это не укладывается. Потому что самый момент значимости вот этой оппозиции знания и незнания, могу сказать, вообще этого уже нет. Есть просто вот это все, есть вот этот универсум, абсолют, можно как угодно назвать. Там, брак, как угодно называйте. Это, так сказать, неважно. А где-то это может быть. Кто-то имеет в виду, говоря Шива, а кто-то, говоря Вишну, а кто-то, так сказать, говоря Зевс. Неважно. А там гностики еще как-то скажут. Понимаете, неважно. Но представление об этом начале у меня не, так сказать, сочетается с любым признаком антропоморфизма. Это уже так, так сказать, устроена голова. Я это подчеркиваю. Хотя тут, разумеется, могут быть любые спекуляции, переносящие наш мир и наши желания самые разные, более того, и наши комплексы, наши агрессивные желания, импульсы, все это переносящие на высшее. Люди сплошь и рядом занимаются. Понимаете? Сплошь и рядом, да. Какой-нибудь там лозунг немецкий, помните? Боже, покарай Англию. Ну, что это такое? Боже, покарай Англию. В Америке приходилось видеть, знаете, надписи на номерах. «Thanks God, I'm Irish». «I'm Irish». «Да, I'm Irish». «Я что?» «Благодарю тебя, Господи, за то, что я ирландец». «Да, наверное, да». Но есть самые разные, самые разные. Есть самые разные традиции, скажем, в иудейской традиции. Есть среди молитв мужчина говорит, «Благодарю тебя, Господь, что ты меня не создал рабом, что ты меня не создал женщиной». Женщина говорит гораздо разумнее, кстати. Какой ужас. Женщина говорит, «Благодарю тебя, Господи, что ты меня создал такой, какая я есть». То есть женщина в данном случае… Это глубже. Гораздо глубже. Мужчина просто идиотство какое-то. Я тебе думаю… Нет, ну, конечно, может, он считает, что женщина может быть плохо, рабом быть еще хуже, но это уже, так сказать, вот так, понимаете. Вот. А она говорит… Какая прелесть. Она говорит, «Какой ты меня создал?» Ну, слава Богу, понимаете. Вот. Так что это… Да, это мудро. Вот этот уровень, там, «Боже, покарай Англию», к примеру. Ну, бред собачий какой-то. Вот. Так что вот, вот такие дела, да. Вот. Вот Марцис еще спрашивает, не одиноко ли вам без общения с единомышленниками, коллегами, что вот нет Елизаренковой, Топорова, Гринцера. Ну, ушел, да? Ну, видите ли, Булыгина. Во-первых, кто-то… Залезняк. Да, те, кто ушел. Ну, видите ли, я вам скажу, это единственный способ жить долго, это именно, это именно лишаться там, вот, близких, близких или коллег, или… Это, так сказать… Это дар? Да. Александр Яковлевич? просто… Долгожитель. Долгожитель. Это почему-то тоже… Ну, есть же известное тоже такое шлок, окажется, индийское, что несколько вещей, они, кстати, есть в этом сборничке, определены, и частности, и срок жизни определены еще в материнской утропе. Да, да, да. Обсказано. Вот. Так что нет… Любой хороший астролог в Индии видит срок жизни, по сути дела. Срок он видит. А вы знаете, что у меня был такой опыт, или вот хироман, например… Если можно, я вам расскажу, с астрологией был у меня, с… с… Хиромантией. Хиромантией. Здесь у нас в Петербурге есть очень интересный хиромантий. Да, вот у меня был опыт, хотя я хиромантией мало интересовался, но знаю, есть даже какой-то сансквистский трактат по хиромантии. Что-то такое есть, да. Может, в этом что-то и есть. Ну, вот я вам скажу то, что произошло со мной, как говорится, в разгар моих путешествий. Это состоит, может быть, так, из… Я это тоже, по-моему, уже когда-то имел службу. Это состоит, допустим, из двух сцен, из двух, так сказать, актов. Первый акт. Я нахожусь в Японии. Это было начало сентября 1982 года. Я, к сожалению, это был единственный раз, если бы я как-то уже вряд ли на это не потяну, я был две недели в Японии, конечно, бы ещё разок. Вы были здесь? Вот нет, я вот… Ну, у вас только времени. Ну, в преддверии. Ну, вы ещё там окажетесь, даст Бог. И я, знаете, читаю в какой-то газете английской, что вот, оказывается, то ли, 5 сентября у нас какой-то праздник, там идут люди, несут какие-то изображения, там рыбы, ещё кого-то. Вот такой праздник. И он там-то, там-то, там-то. Ну, я туда поехал. Ну, действительно такая, как бы, отчасти как бы ярмарка, отчасти такое народное гуляние, на земле сидит на коврике старый японец, который, значит, там вообще в разных странах это часто. У него, значит, перед ним какой-то листок с диаграммами, там, янтрами, ну, там какие-то мандалы какие-то, какие-то знаки. И он, так сказать, он, видимо, очевидно, предсказывает будущее. Совершенно очевидно, что, ну, значит, он, я, я к таким вещам обычно не, так сказать, участвовал в них. Я просто иду и оглядываюсь. Вдруг я вижу, что он на меня смотрит и меня манит к себе рукой. Я что-то так немножко то ли расслабиваюсь, чтобы, мол, так сказать, нет у меня надобности обратиться к нему. Понимаете? Вот так вот. Ну, он меня продолжает манить. Но я к нему подхожу. Опять, с тем же видом, что я, так сказать, конечно, его очень уважаю, но нет, не собираюсь быть его клиентом. Он берет мою руку. Что-то, значит, смотрит на мои ладони. Потом он делает три жеста, которые я понимаю сразу однозначно. Ну, вот я вас сейчас повторю. Вот вы, наверное, тоже. Вот буквально. Я понял так, что через пять лет от сердечных проблем я отправлюсь на тот свет. Ну, да. Я на это особого внимания не обратил. Ну, мало ли, что может быть. Значит, он мне дал пять лет. Вторая сцена происходит через три года. Я нахожусь где-то на берегу в Юго-Восточной Азии, то ли в Таиланде, или еще. Калькается в Таиланде. Захожу в кафе, так сказать, вечернее, что-то там заказываю. Рядом за столиком, рядом, сидят две, две дамы. Одна, видимо, англичанка, другая – таиландка. И таиландка смотрит на ладони этой дамы. И они говорят по-английски, таиландцы. Не так много говорят, но все-таки говорят. Вы были в Таиланде. Говорит что-то по-английски. Я рядом что-то пью чай, что-то взглянул, что-то, какая-то реплика последовала. В общем, что-то, обмен какими-то репликами. И эта таиландка берет мою ладонь. Смотрите, как они к вам тянутся. Я уже не помню, то ли я что-то сказал по поводу, что вот она, поскольку она явно что-то гадала этой англичанке. Она говорила на английском. И тогда эта таиландка глядит на мою ладонь и произносит другую фразу, но абсолютно совпадающую с тем, что сказала. Дело происходит тоже в начале сентября 1985 года. И она мне говорит, в таком-то возрасте вы, так сказать, уйдете на тот свет. Без лишних, так сказать, как говорится, не считя меня. Без предисловий. Она называет именно тот возраст, которому, согласно японцу, через два года исполнится. Он мне дает пять лет, проходит ровно три года, и она мне в других словах, то есть называемый возраст, который будет друг друга, дает тот же самый срок, глядя на ту же самую руку. Так, сегодня 30 июня 2019 года. Дорогие друзья. Это, вот, а это было, значит, в 85-е, то есть это было уже больше, больше 30 лет. Потрясающе. А что вы почувствовали при этом? Погодите, это должен сознаться на меня уже по 10 слов больше, чем первое, чем вот японское. Это уже слишком. Нет, ну, ведь нет, я начал рассуждать разумно. Я решил, скорее всего, у этой японки, у этой Таиланки одинаковые принципы гадания. Я начал, тогда я начал вглядываться, и мне показалось, что где-то вот в линии есть какой-то пробел. Вот идет бороздка, потом что-то, пустое место, а потом она дальше идет. что-то, да. может, это было безграмот, может, вообще нет оборозка, я эти специальные, но это на меня слегка подействовало. Вот это, но я решил, ну, что делать? Ну, буду жить? Ну, сколько буду, столько буду. Это был сентябрь, как я уже говорил, через месяц уже надо было думать о возвращении в университет, преподавательство, начинался учебный год. Но вы всерьез, тем не менее, не восприняли это? Нет, я уже сказал, на меня, нет, ну, опять же, я не то, чтобы стал готовиться к уходу, но это на меня действительно произвело значительно большее впечатление, чем вот японская эта сцена. Ну, потому что она в иных словах сказала абсолютно то же самое, посмотрев на ту же самую руку. Но я и говорю, тут разве что голос разума, ну, у них абсолютно сходные какие-то эти, ну, и вероятность, что это совпадет, очень велика. Если у человека одна схема, он сколько здесь, значит, складочек, столько там будет детей или столько лет в таком-то состоянии. Да, да, да. Ну, просто, ну, вот совпало по методике сходной. Ну, а почему это самое, это не могло быть по японской традиции, откуда-то взято, может, через тот же Китай, кстати, потому что Таиланда, они родственны южнокитайским племенам, Япония вообще влияние культурное, Китай испытывала, да и типологически могут быть сходства, так что это все очень, так сказать, понятно. Так что я был, если не вполне уже стал готовить сход, но я был, я именно так, и это на меня гораздо больше впечатлений. Ну, этого я не могу отрицать. Ну, наверное, даже очень многие при таком совпадении бы задумались. Ну, я себе продолжаю жить, проходит два года, значит, очередное лето и осень, я уезжаю, как всегда, потому что из-за этого буду дома ждать, дома буду ждать. Поедете в Бенарес. Да, в Бенарес, чтобы уже, да, хотя вряд ли меня по всем обрядам стали бы там сжигать. Ну, стали бы сжигать на Харишчандра-Гхат, там иностранцы могут. Там могут быть, там могут, хотя, по-моему, в некоторых версиях о них очень жестко все это предусмотрено, потому что уже и для меня так не действует, там карма, уже нет, так сказать, кастовых принципов и прочих, и прочих, и, видимо, я по каким-то показателям вообще человек там Запада не может подойти под это. В этом смысле, кстати, они более изолированы, нежели буддисты. Конечно, они изолированы, и вообще не... Но есть случаи, если человек умирает там, есть возможность, что его сожгут, но не на маникарнике, ни в коем случае, на Харишчандре. Там же, где низкие касты. Или ты равен низшей касте. Ну да, ты млечка, ты даже не низшая каста. Ты никто, ты варвар. Ты варвар, которая губит одна из аватар вишны, как раз, как известно, губит именно млечка. Да, млечка как, даже не конкретный, а как более собирательная, такая. Хотя млечка, это, наверное, может, и звукоподражание какого-то имени реального племени, которое там было. возможно. Ну, неважно, значит. Я в это... Ну, я что, буду сидеть дома и ждать начала сентября, да. А у меня как раз, ну, перед этим, значит. Значит, теперь так. Я, значит, путешествую, приходит сентябрь, а где-то в каком-то месте ничего со мной не происходит. И что интересно, может, это самовнушение. Я это допускаю. И я все рассматриваю пристально вот эту злосчастную бороздку. Мне начинает казаться, может казаться, а может это самовнушение. Что вот в этом пустом месте какая-то тонюсенькая бороздка появляется. Я так и знала. Которая соединяет эти... Вы силой воли изменили свою линию жизни. Я это не так. Вот видите... Потому что говорят, что это возможно. Вот вы волонтаристка все-таки. Да. Потому что мне такое объяснение в голову не пришло. Что я способен силой воли создавать себе где-то эти самые бороздки. Да нет. Я такой же... Анна способен. Во всяком, да. И я с тех пор, ну, как вы видите, существую. Один знакомый выразился так. Это они там, а тебе перерешили. Он так выразился. Ну, а в связи с чем вот интересно? Он сказал так. А тебе там, значит, что-то было решено. Перерешили. Но перерешили и оставили в этом мире. Вот так. И все. Вот так это прошло. Но, конечно, это мне запомнилось. Потрясающая история. Наверное, это бы любому запомнилось, я думаю. С вами похожих не было. Похожих не было, но мне рассказывали люди, занимающиеся хиромантией. Вот у нас здесь есть очень интересный Николай Борисович Ганин. Он преподаватель, по-моему, математики в технологическом институте. Он технарь. Понятно. Занимается вот хиромантией, в том числе. Занимается очень грамотно, надо сказать. Я вам скажу. Самый, вы понимаете, так сказать, это, опять же, глубоко заложенная вещь, что человек, видимо, опять же, в результате имеющегося порога, так сказать, он, у этого порога есть какие-то, так сказать, видимо, негативные воздействия на нашу психику. Поэтому культура человеческая совершенно универсальна. Самые разные субкультуры, первобытные культуры и сегодняшние создают арсенал средств, будто бы, или там, сознательно. Трансформирующих порог. Создают. Нет, нет, нет. Разберегать нельзя. Но можно создать на разных уровнях то, что сегодня называют футурологией. Человек создает систему каких-то знаков взаимосвязанных. Это может быть гадание на кофейной гуси. Это может быть как в Древнем Риме по полету птиц. Это может быть гадание на картах, на таро. Самые разные способы. Это могут быть сны, сны это все. Но ведь индийской джотише очень много тысяч лет. Ну, я знаю. И это вполне серьезная наука. У меня, кстати, был перевод одной вещи. Он вышел в трактат с вапно-чинтамани. А, да-да-да-да. Я даже хотела спросить. Это вышло на Доминие. Почему вы вдруг решили вот таким переводом Ну, просто мне было интересно. Вот видите, как, не просто так вам... Нет-нет, но сны вообще меня... Видите, как тексты выбраны у вас интересны. Я тоже, я довольно рано тоже в юности прочитал толкование сновидений Фрейда и какие-то вещи. Меня очень интересовали совпадения типологические. И я просто... Это Джагаде трактат XIII, кажется, века примерно. И я перевел это маленький трактат. И он как раз вышел, вы знаете, Синодомир в году 96-го. Что-то так. Я задал. Значит, может, его и пересдадут. У кого-то доклад на зогровских чтениях. Зогровские чтения вот проходят у нас каждый год в институте. И у кого-то был доклад как раз на тему вот этого текста. нет, но там элемент толкования его находят и в Брахманах где-то, и все. Нет, там и целая теория сновидений это уже состояние, так сказать, бодрствования, сна, глубокого сна. Да-да-да. Бесновидений, наконец, трансцендентное состояние турия, четвертая, буквально. Туриятита существует, пятое состояние. Туриятита. Которое ктурие... В этой классике оно как четвертое. Да, четвертое, но есть еще пятое. Джагарита стхана, свапна стхана, сушубти. Сушупта стхана и вот турия. Турия, собственно, и есть четвертое. Она есть в частности, четвертое, да. Она в частности его Панишадах есть, да, Понятно. Так что это вообще вещь очень интересная. И вот это один из арсеналей этих средств тоже общая, так сказать, культурная, связанная с сновидениями, то есть пытаясь, но всё это в желании, так сказать, уменьшить как бы вот эту энтропию, уменьшить неопределённость собственного состояния. Это глубочайшая потребность, которая всегда в человеке проявляется. Именно потому, что нам вот чересчур высок порог, и в силу этого создаётся какой-то дискомфорт. Ты совершаешь какой-то шаг, то есть какой-то шаг происходит в твоей жизни, и ты не знаешь, что будет. Так вот люди придумают, а я вот опрокину там чашечку с кофе, и я увижу, что со мной будет. Или я посмотрю, как по небу птицы летают, и я пойму, что со мной будет. Это очень облегчает жизнь, конечно, как вы понимаете. Никакого порога менять не надо. Ну это что-то на уровне сигареты или бокала вина, наверное. Я пойду к циганту, я пойду к хироманту. Да. Масса самых разных способов. То есть всё, что может предоставить жизнь. Ну а как же элемент благодати, Александр Яковлевич, которая является непредсказуемым? Это, кстати, считается грехом. Это в христианстве, но в других системах это совсем другой подход. Благодать. Которая является и приподнимает, или уничтожает этот порог полностью. И человек в общем вводит в правду. Это то, что или на нас не сходит, или нет. Да, да, да. Абсолютно непредсказуемое понятие щактепаты. Особенно вот у кашмирцев это было развито. Ну понятно. Нет, ну там вот таких там оперирований с состоянием сознания, там же это очень развито. Да, да. В частности в Кашмире. Да, да. И вообще такой вот момент, в частности момент иррационального, он вообще очень в шиваизме всегда силён. Да. Понимаете, это вообще очень интересно. И сказать, правда она в разных, и скажем, к шиваизму, пожалуй, вот то, что связано с течениями близкими к тантре, опять же, очень ярко выражены в частности в шиваизме. Хотя есть и в других рамках, да. Вот. Так что это понятно. Нет, в каком-то смысле шиваизм, тем более, а даже, кстати, есть такое, Шива и Дионис есть, это у Кире, не помню еще. Да, что-то было такое. Есть такие. Да, да, только не помню, не помню, не помню. Вот, именно связанное с экстатическим аспектом религии, не скажем, не это аполоническим. Аскетическо-экстатическим, вот что это. Аскетическо-экстатическим. Ну, вы видели, аскетизм, он и вишнуизм здесь немножко, да, и в каких-то течениях. Ну, понятно, да. Ну, вот что я хотел сказать. Это вот такие, такой вот арсенал, он, таких вот, как бы, уменьшения неопределенности будущего. Он действительно, его он называется, так сказать, универсальным стимулом, ну, и, конечно, типологичным. Хотя есть страшно интересные вещи. Есть сходные, вот, знаете, иногда пытался обратить внимание в комментарии вот к этому переводу, обратить на параллели в других традициях. Когда сход, скажем, не только в Индии, скажем, юг, царство бога смерти, негативен, ну, еще есть параллели. Хотя тут могут быть и не выходящие за пределы случайных совпадений. Но все равно есть очень интересный, как говорится, и методологический подход. Вот, так сказать, мета-теория сна, снатолкование, когда, скажем, важно деление снов на вещи и не вещи, на сны, которые тебе снятся сразу как-то засыпающие или ближе к утру, например, да. Они действительно очень разные. Чем позже сон, вот, в этой традиции индийской, тем он более вероятен, тем он более вещий. Поэтому, скажем, конкретная рекомендация. Если вам что-то хорошее приснилось вначале, вот, то вы заснули, лучше вам больше уже не спать, не дай бог что-то, и просто, ну, и молиться основную часть. Вот. А если вам что-то приснилось уже плохое иногда, тогда постарайтесь заснуть. Может, вы что-то увидите к утру хорошее, что будет иметь большую весомость. И это победит, да. Это будет более весомо, да. А что-то уже, кстати, как себя вести в зависимости от хода ночи, от последовательности сновидений, да. Ну, как же. Вы пробовали делать? Никогда не пробовал, никогда не пробовал, а сны бывают очень интересные, но это чаще типа кошмара, детские, которые очень запомнились. Детям всегда снятся кошмары, мне кажется. Да. Очень-очень интересный сон, который я нашёл аналогию, уже позже гораздо, когда стал читать Набокова, Другие берега, его автобиографию. Сны, связанные с огромными числами, огромные астрономические цифры. Непонятна сама природа страха, но тебе называют цифры, которые растут в какой-то страшной пропорции, даже не геометрической, необычайной. То было там 2-5, а потом уже какие-то миллиарды, а потом уже непонятно. То есть прогрессия не такая постепенная, скажем, натуральных чисел, простых чисел, а вот такая вот, понимаете, сразу взмывающая вверх. Вот. И самый кошмар вот, и страшно тягостно они во сне. Ну почему же так? Почему же за этой двойкой сразу идут миллиарды? Вот что-то, папа, я не очень точно это передаю сейчас, но вот такое ощущение. Индийские тантрики, вы назвали это, Кала Бхайрава. Кала, да. Это связано, да, со временем. Другое, и само Кала имеет ряд коннотаций, как известно, да. Очень иногда таких даже страшных, да. Да, понятно. Вот. Так что это, да. Так что, но в любом случае такой вот арсенал средств, да. Ну вот, естественно, в том числе и хиромантия, да. Ну их масса всяких возможных признаков. Ну масса вот. Гаданий по зернам. Ну в общем, масса способов. Масса, да. Вот сейчас приезжал в Петербург, уже второй раз он приезжает, такой пандит из Калькутты, бенгальский, Арджун Чакраборти. Вот он профессор астрологии, и он здесь читал курсы по джотише, и, естественно, консультации проводил. Очень... Он связан с бенгальцем. Да, 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 он бенгальц. Чакраборти. Не Чакраборти, а Чакраборти. Чакраборти. Да, я просто не понимаю, они окают, как в Болжане. Вот, вот. Ну я знаю, да. Орубиндо. Орубиндо. Да, да, да. Я знаю, что ни хока, ни кастры. Да, да, да. Почти как у Максима Горького. Обинаб. 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 Вэбэ. Да, да, да. Совершенно верно. Ну я вас знаю. Вот, Александр Яковлевич, что считаете главным своим трудом в жизни? И работаете ли сейчас над чем-нибудь? Ну что вы любите, может быть, особенно? Нет, это как-то несложно сказать. Сложно, да? Это я не беру сейчас классифицировать, да. Так, почему у Панишада это уже было? У вас остались вопросы от Марсиса. Да, у меня остались от Марсиса. Вы знаете, они у меня вот здесь. Они очень такие специальные, техничные. Ну знаете, это как-то уже вряд ли специальные. Сейчас, я только взгляну на них. Даст Бог как-нибудь, если встречусь с Марсисом, и пусть он меня спрашивает. Марсис – это для вас, да, в камеру говорю. Так. Вот, так что это, пожалуй, такого рода, это, пожалуй, вряд ли стоит. Вот маленький-маленький, потому что это и мой тоже. Васильков Ярослав Владимирович говорит, что для переводчика санскрита знать санскрит недостаточно. А что же еще необходимо тогда, кроме знания санскрита? Я думаю, зависит от того, какой текст имеется в виду, правда? Ну, наверное, ну, во-первых, надо очень часто знать, вот, скажем, данный, как бы, не то, чтобы до речи, но какой-то, потому что языки абсолютно разные, тексты, скажем, одно дело у Панишады. Где-то они цитируют веды, но язык вед совсем другой. Конечно. А потом, скажем, язык лирической, кришнаитской поэзии. Абсолютно другой язык, абсолютно другой. Конечно. Понимаете, так что знать какой-нибудь там текст басен Панчатантры, это еще надо дополнительно. Ну, это то же самое и с любой, с английской. Если ты там переводишь Байрона, это не значит, что ты хорошо поймешь там Шекспира, тем более Чосера. Да, или устройство радио, или еще что-то такое. Ну, я имею в виду, если это технический текст или медицинский. Ну, видите ли, ну, я не знаю, что мог иметь в виду Ярослав Владимирович, я бы так сказать. Да, надо спросить. Было бы желательно уточнить. Да, да, да. Потому что, если иметь в виду какие-то другие суммы, ну, конечно, любому переводчику надо владеть каким-то пониманием специфики той культуры, в которую он входит и которую он, которую он как бы перечисляет на свою культуру, на культуру языка, на культуру понятий современного там русского литературного языка. Он должен знать в какой-то мере традиции русского, в какой мере какие-то термины вошли уже в слабоупотребление, скажем, российской там философии, какие уже получили какое-то, допустим, какие-то нюансы, скажем, какие-то для образованного, скажем, философа, допустим, по русском языке. Я знаю, что из добротолюбия брали многие термины. Какие-то понятия, скажем, уже окрашены там, допустим, элементами, ну, к примеру, там, кантианства. К примеру, понимаете? Какие-то искажены каким-то чрезмерным словоупотреблением, типа там материализм, идеализм, они вообще уже чем-то друг. Понимаете, и использование каких-то слов означает не просто там словарный перевод, но учёт того, то есть знание какой-то русской стилистики художественной в этом жанре. Это крайне, крайне желательно. Может быть, он это тоже имел в виду. Можно быть. То есть переводчик всегда должен быть, ну, есть же совершенно дикие примеры, дикие, которые очень часто сейчас, я уже не помню, какой был перевод какого-то французского романа. Выжечь лет, может быть, 15, ну, неважно. Когда уже тратить время и средства на какого-то там более-менее грамотного редактора не особенно принято. Кто-то ссылается на святого Августина, герой этого романа. Ну, кто был святой Августин, это, ну, обычно положено знать культурному человеку. Ну, иногда можно и знать, но должно быть, допустим, комментарий. Нет, разумеется, не каждый, можно на углу вот Невского остановить человека и сказать, кто такой святой Августин. Думаю, что не больше пяти процентов вам скажут. В лучшем случае. А может, и меньше, ну, один из двадцать. Вот. Но уж переводчик-то должен это знать. Ну, или хотя бы справиться. Должен справиться. Теперь что происходит? Какой-то герой упоминает святого Августина. Перевод, повторяю, это не, это нам существенно, с французского языка. Что пишет переводчик? И он помянул Сент-Ожистен. Я знаю. Так, как это произносит француз. Что такое Сент-Ожистен? Может, это французский писатель, там, двадцатого века или пятнадцатого века. Сент-Ожистен. Ну, да. Это то, как француз произносит Сент-Ожистен. Ну, это уже какой-то бред. Издательство это пропустили. Ну, они просто и не проверяли. Конечно, то есть, нужна какой-то элемент культуры. Нет, ты можешь переводить какой-нибудь там бульварный роман, где чисто какая-то уголовная интрига. И для этого уже мало... Хотя тоже иногда грамотность в русском не мешает все-таки. Не мешает. Но, конечно... То есть, тут мог Ярослав Владимирович иметь в виду разные... Ну, да. Может, он и это имел в виду. Спросим у него. А что касается внутри языка, ну, так это... Так это в любом случае... В любом случае это, конечно, желательно вчитаться в этот стиль. Иногда в авторе. Иногда автор обладает, опять же, как это говорил Баратынский, лица необщим выражением. Когда действительно одно дело ты переводишь, там, не знаю, Бальтера, другое дело ты переводишь Пруста, так сказать. Неважно, то есть, надо... А третье дело Абхиновагупту. Кого? Абхиновагупту, например. Совсем другое дело. Я в данном случае перечислял французский автор. Ну, да, да. Ну, понятно. В третьем там Бергсон или еще кого-нибудь. Ну, да, понятно, понятно, вот. Так что это тут может быть целый ряд. Хотя мысли выражены чуть-чуть парадоксально, но, разумеется, это так, конечно. А как же вот вы без учебника разве с Петерсоном занимались? Нет, ну, конечно. Какой у вас был учебник? Миллер и Тауру у нас были. Читали с Амитри по этому. Там же приложено Хрестоматия. Ну, как же, читали, разбирали. Да. Да. Все равно в Ахакулястре нам. Сарвамет Адет Хат Парапса. Сабит Адет Хат Парапса. С тех пор помните. С тех пор. Ну, это такие строки. Как и первые строки, как и первые строки детских и юношеских. Которые, да. Андра Магенна Пимуса по лютропу. Вот это нам Саболевский преподавал. Гнев о богине. Гнев о богине. Нет, нет. Гнев о это начало. Илья Адет. А Илья Адет. Это Илья Адет. Вот я и попалась. Это Илья Адет. Это уже Гнедич. А то Жуковский. Но и те, и другие, как-то они чемпионы по долголетию перевода. Это все-таки. Что когда был Гнедич, по-моему, 1929-1927 год. 1800-2022. Вообще уже скоро 200 лет. А вещь переиздается. Причем были минимум две попытки культурные. Новую создать Илья Аду. Была попытка Минского в конце 19 века. И попытка Вересаева ближе к середине уже, ну, в 30-40-х годах прошлого века. И все равно переиздаются не они, они очень редко переиздаются. Переиздается Гнедич. Хотя уже в течение ряда лет Илья Ада Гнедича не переиздается без списка устаревших слов. Там их действительно масса. И большинство уже действительно мало кому понятно. Ну, вот такая судьба. Это уже к другому вопросу, да. А вообще, да. Одиссея тоже. Там был перевод Вересаева тоже, да. Жуковского. Так что это, конечно, да. И какие-то строчки, конечно, запоминаются. Ну, это все годы, когда голова работает лучше, когда лучше запоминается. Это понятно, это понятно. Вот. Такие дела. Александр Яковлевич, я даже не знаю, как вам сказать спасибо, потому что спасибо слишком маленькое слово. Ну, Господи, и вам спасибо. Просто величайшее наслаждение. Спасибо вам тоже. Вообще. Продолжение следует...